Вместе поехали. Пространство и время в королевских миниатюрах. Вот такая вот тема. Я думаю, что будет много вопросов, будет много интересных картинок, которые мы рассмотрим и которые Александр Иванович нам прокомментирует. И мы потом, конечно же, зададим вопросы. Работаем, как обычно, у Александра Ивановича 40-50 минут. Вопросы и комментарии у нас идут, как бы мы этого не разделяем. Хотите высказать мнение, высказывайте. Хотите задать вопросы, пожалуйста, вам слово. Александр Иванович, по-моему, вступительные слова сказано, поэтому я передаю вам слово. Спасибо большое, дорогие коллеги. Отдельное спасибо за то, что вы решили скоротать этот самый длинный вечер, самого короткого дня в году в рамках нашего семинара. Я надеюсь, что в течение ближайшего часа-полутора я постараюсь, чтобы вы узнали что-то интересное и полезное для себя. Ниже речь пойдет о пространстве ремни в королевской книжной миниатюре. Сюжет этот, конечно, до известности можно считать маргинальным, но как мне представляется, несмотря на свою такую маргинальность, он вполне себе позволяет понять некоторые очень важные вещи про контекст. И социально-исторический, и культурный контекст, эпохи, в которую эти изображения, эти миниатюры появлялись и создавались. Скажите, пожалуйста, экран не видно, да, ведь? Я просто не вижу себя со стороны. Не видно, хорошо. Нет, не видно. Да, давайте тогда я его включу. Так, а так видно его? Нет, не видно. А так? Тоже нет. Да что ж такое. Демонстрация экрана. Запустить. Демонстрация экрана. Вот, да, начинается. Видно. Ура, мы его победили. Хорошо. Еще раз простите, коллеги, за некоторые технические накладки. Ну все, я вроде думаю, что мы с ними уже закончили, теперь можем работать дальше. Так вот. Визуализация дихотомии временного и вневременного, а также сакрального и профанного пространства, равных как и границ между ними, сюжет в общем традиционный для искусства, например, античного мира. Он фиксируется в катакоммуне живописи и в искусстве саркофагов 3-4 века, да и позже появляется в, собственно, европейской книжной миниатюре времен поздней античности. Однако в раннесредневековом искусстве есть довольно продолжительный период, примерно с конца VI по конец VIII века, когда эта тема почти полностью исчезает из поездок. Например, мировинское, а также островное книжное искусство, очень декоративное и явно имеющее магическую природу, которую мы сегодня довольно плохо понимаем, в этом смысле почти безновно. Покажу вам некоторые примеры. Вот один из них у вас на экране. Это Августин. Вопросы на химикнижья. Рукопись, созданная в III-4 веке в Лауне. Или, например, вот такая страница из Елосианского сакраментария, второй четверти VIII века из монастыря Шейн. Или, например, вот такие замечательные миниатюры островные. Это, конечно, Лаунеисфарская Евангелие. И рукопись, которая уже создана достаточно близко к нашему времени, около 800 года, это Кельская книга. Как вы видите, это все очень сложно сделано, достаточно сложная живопись технически, но здесь нет ни пространства, ни, пожалуй, что и времени. Эта тема возвращается в европейское искусство внезапно и с неожиданной полнотой и в невиданном объеме в королевский период. Мы располагаем десятками эллиминированных рукописей, созданных между 780 и 850 годами, где она так или иначе реализуется. Это связано с процессом очень быстрого превращения книжной миниатюры в самостоятельный и даже самодостаточный нарратив, в особый язык, при помощи которого современники говорили друг с другом. По крайней мере, уже с конца 8 века заказчики и кураторы отчетливо понимали, что при помощи изображений можно выстраивать эффективные коммуникации по поводу самых сложных вопросов, какие-то власть, церковь, взаимоотношения людей с Богом, историю человечества и так далее. И эти нарративно-художественные конструкции не были универсальными, разумеется, но создавались примитивно каждому конкретному кодексу, с учетом его адресатор и потенциальной аудитории, а также текущих задач и исторического контекста. Но, собственно, контекст и был главным в данном случае. В исторографии, которая существует, которая посвящена королевским книжным искусствам, она вся делится на две неравные части. Первая и большая часть – это, собственно, искусствоведческие работы, которых очень много, которые написаны классными специалистами и которые посвящены примерно всему. Я не знаю, от формы акканта, от какой-нибудь Богом забытой рукописи до художественной специфики отдельных школ. В этих работах, собственно, так или иначе используется принцип выстраивания иконографических рядов, чтобы понять, как бытуют и развиваются те или иные сюжеты на большом каком-то отрезке времени, как они изменяются, как они влияют друг на друга, как они заимствуются, цитируются и так далее. Вторая часть, вторая группа, вторая часть работ, которая посвящена королевскому искусству, она значительно меньше по количеству. Это работа, которая посвящена изучению изображений как самостоятельного языка, актуального на момент создания миниатюры, который можно понять не через иконографические ряды, а через изучение исторического и социокультурного контекста. Вот эта тема, в общем, разработана еще недостаточно удовлетворительно, хотя ей стали заниматься примерно, наверное, с 50-х годов XX века. Француз Аганге был одним из первых, кто начал двигаться в этом направлении. Из современных историков-недеистов, которые занимаются этой темой, собственно, королевским искусством в таком ключе, в таком разрезе, я бы назвал Доминика Алибера, прежде всего, блистательного, которого у нас практически не знают, к сожалению. Ну и, собственно, вот этот второй подход мне гораздо ближе, понятнее, интереснее, и он, мне кажется, гораздо перспективнее. Еще одна важная методологическая, так сказать, важный методологический тезис, который мне хотелось бы стремулировать, заключается в том, что моя многолетняя работа с рукописями меня убеждает в том, что при работе с такого рода материалом необходимо всегда с максимальной полнотой ориентироваться на конкретный институт, на конкретный кодекс, изучая историю его появления, обстоятельства его появления, его аудиторию и так далее, и так далее. Потому что только так мы можем понять не только для чего и как он создавался, но и почему он такой, какой он есть. И это в полном смысле касается, например, менять его, в полном смысле касается книжного искусства, книжной живописи, потому что она, как и представляется, все-таки в значительной степени актуальна, она работает на конкретной аудитории, актуальной аудитории. Вне этого контекста сложно понять о чем-нибудь. Итак, время. В королевское искусство в какой-то момент возвращается событийность. Есть соблазн объяснить этот возврат чисто механически, например, влиянием античности, но здесь, пожалуй, речь о другом. Речь о том, что искусство именно в таких формах обретает актуальность. Событийность позволяет эффективно реализовывать его колоссальный дидактический потенциал. В королевском искусстве есть целый пласт изображений, глубоко нарративных по своей природе. Сюжеты и изображения через соответствующие наглядные примеры очень часто призваны научить зрителей хорошему и предостеречь от дурного, наставить, помочь сделать правильный моральный выбор. Всю этого большую роль начинает играть связанное повествовало. Изображение становится серийным, обзаводится сложным поступать о называющемся сюжет. Череда событий, однако, невозможна в данном случае в нелинейной темпоральности. Такой подход реализовывался в виде последовательной раскадровки связанного рассказа. Например, в работах медской школы, ну вот, например, как на этом изображении из знаменитой рукописи «Сопрометария Грагона» середины IX века, конкретная история структурируется внутри инициала. Если вы посмотрите, то он условно разделен такими волнистыми линиями, крестообразно, на четыре части. Здесь есть четыре сюжета, и это все читается с правого нижнего угла по часовой стрелке в правый верхний угол. В сущности, здесь изложено житие Арнольфа Мецкого, основателя рода Королев. Такая циклическая форма. Она, в общем, довольно редкая, надо сказать. Более сложную схему в виде серийной раскадровки создали в Туре в 30-40-х годах IX века. Речь идет о франциспесах больших турских библий, библии Аукуина, библии Митидранвали, первой библии Карла Лысова. Позднее та же схема фиксируется в библии Сан-Паулы Фурили Мура, созданной в так называемой придворной школе Карла Лысова в начале 870-х годов, но являющейся в этом смысле прямой наследницей Турской традиции. Этот вариант использовался для визуализации некоторых ключевых моментов ветхой и новозаветной истории, таких как грехопадение, обретение завета Банисеем, исход, история Саула и Соломона, подвиг Юдифи, обращение Павла, а также работа Иеронима по созданию вульгата. Покажу вам вот такую страничку, например, из библии Сан-Паулы Фурили Мура, 870-е годы примерно, 9 века, 70-е годы 9 века. Одна из самых красивых каролинских рукописей. Это вот история Саула, как вы понимаете, изложена почти целиком. Вот его, значит, совершает помазанный Самуил, вот Саула отправляет Давида на битву с Голиафом, вот Давид побеждает Голиафа, дальше Саула проигрывает битву с Мерестимленными и кончает жизнь самоубийством, бросаясь на меч. То есть все, что нужно здесь, все, что нужно здесь есть. В основе такого подхода как будто лежит позднеантичная традиция, которую хорошо знали в Туре, например, по пентатепку Ашбернхема. Это очень известная рукопись, очень значимая рукопись, важная рукопись, про которую, в общем, мало что понятно на самом деле. Ее локализовывали традиционно на огромном пространстве, от Северной Африки до Луары, и датировали тоже с разбросом примерно в 200 лет. Но, судя по каким-то последним изысканиям, ее все-таки относят к Риму, и временем появления считают где-то рубеж 6-7 века. На британских островах эта традиция тоже была известна, в частности по Евангелии Августина. Еще одна замечательная позднеантичная рукопись 6 века, созданная в Риме. И эта книга попала, ну, как считается, с Августина где-то в конце 6 века на острова, и там осталась. Но этот подход, насколько мы можем судить по рукописям, не оказал никакого влияния на, собственно, островное искусство эпохи раннего Средневековья. Но проблема не только в этом. Проблема вот в чем. И позднеантичная живопись по, так сказать, своему подходу находится в той же парадигме, что и рассуждение Григория Великого о том, какова роль, каково значение живописи в, ну, собственно, в истории, в истории христианства и в истории работы с пастой. Изображение, да, рисунки этой Библии для него грамотно. Позднеантичные кодексы в этом смысле, как мне представляется, следуют той же традиции. Это видно из того, как много сюжетов отбирается позднеантичными художниками и как много сюжетов описывается, представляется вот таким образом. То есть прям максимально детально. Этих рассказов очень много. Что касается великих королевских Библий, то здесь ситуация другая. Мы не видим таких подробных рассказов. Подробные рассказы – это в общем редкость, это скорее исключение, чем правило. И самое главное не это, а самое главное то, что большие королевские Библии предназначались не для неграмотных, а для вполне себе образованных людей, которые очень хорошо себе представляли священную историю, как минимум. И еще один важный момент заключается в том, что иконография больших королевских Библий, турских и Библии Сан-Паулга Фурии и Мура, она глубоко эсхатологическая по своей прежнему. Она целиком сконцентрирована на человеческой истории и охватывает ее всю, от грехопадения до страшного суда. С акцентом… С акцентом на некоторые ключевые события, набор которых разнится от рукописи к рукописи, в зависимости от конкретного адреса. Для вопроса о специфике темпоральности королевской миниатюры вполне показательная история грехопадения. Я возьму три примера и покажу, как это в общем работает. Вот три одинаковых сюжета из трех турских Библий, которые появились с разницей примерно в 10 лет. Слева на экране вы видите страницу, которая предваряет, естественно, Ветхий Завет и конкретный книгу дития из Библии Алкуина, созданный примерно в 835 году, вообще в 30-е годы, может быть, ближе к концу 30-х годов, 9-го века. Вторая страница – это Библия Мутигранваль, тот же сюжет, созданный в самом начале 40-х годов. И третья страница – это Библия Иоанна, появившаяся около 845 года. Сюжет один, но разные аудитории. И в этих Библиях разная эфенографическая программа. И это все сказывается, это все влияет на трактовку, собственно, истории из книги дития, которую художники иллюстрировали. Например, в первом рассказе история начинается с творения Адама, Богом. Потом здесь Адам дает имена всяким животным. Дальше Бог создает Еву. Дальше история соблазнения змеем Евы. История грехопадения. Наконец, изгнание из рая и жизнь на земле. Полная тягот, забот и боли. Но жизнь все-таки под питой Бога. Как мы видим, Господь не оставляет своих грешных чад даже на земле. Вот эта длань божественная, которая простирается над Адамом и Евой, собственно, об этом говорит. В Библии Матегранваль история, в общем, похожая, но другая. Все начинается с отворения Евы. Дальше в центральной части разворачивается история, собственно, грехопадения. И внизу мы видим изгнание Адама и Евы из рая. И вот это вот начало таких земной жизни, полной тягот и забот. То есть акцент сделан в сущности на истории грехопадения. Что касается Библии Левиана, то этот акцент еще более усилен, еще более актуализирован. Уважаемые коллеги, я себя слышу у кого-то. Если можно, отключите, пожалуйста, у себя микрофон. Спасибо вам большое. Здесь вот эта история с грехопадением, она еще больше акцентирована. Здесь, скажем, не четыре регистра, а три. И центральный посвящен именно этому. И, как вы видите, ни в Библии Матегранваль, ни в Библии Левиана, нет никакой божественной главы. Согрешили и согрешили, все. И паскотизмами Израиля живут уже в других обстоятельствах. Это важный момент. Акцент сделан на акте грехопадения и последующем за ним наказанием. Это явно сделано для усиления эсхатологической составляющей всего изобразительного цикла, который и в Библии Матегранваль и в Библии Левиана заканчивается примерно одинаково сценой из Апокалипсиса. Вот такой. Согласно к книге бытия, время, созданное Богом путем отделения цвета от тьмы, сразу после создания неба и земли, первый день творения, и, разумеется, задолго до человека, который был создан только в день шестой. Здесь уместно вспомнить, например, 19 стих 103-го псалма, который нам сообщает следующее. Он сотворил луну для указания времен, и солнце знает свой запах. Время принадлежит Богу, и он может им распоряжаться по своему усмотрению. Например, в буквальном смысле слова «делиться днями» создатели Утроской псалтыри, созданные примерно в 20-е годы 9 века в Рейнсе, ровно так проиллюстрировали этот стих, эту историю. Вот в самом верху, как вы видите, Бог делится днями с царем, продлевая его лета и рот. Согласно 7 стиху 60-го псалма. Однако королевские мастера связывают библейский рассказ исключительно с человеческой историей, в отличие от книги «Бытия». В поисках ее начала они идут из-за книги «Бытия» за отцами церкви, за Ексерием и Иеронимом и за Абгустимом. В самом начале хроники Ексерия и Иеронима идет вольный пересказ книги «Бытия» без описания сцены грехопадения. И после слов Адама «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа моего». Автор поясняет, от этих двоих произошло все множество людское, поэтому отсюда мы и начали составлять исчисление времени. И дальше он переходит, собственно, к земной жизни Адама и Ексерия. Августин в «Наставлении необразованных» впервые сформулировал в сущности эсхатологическое представление о шести возрастах мира и отсчитывает первую эпоху от Адама, который был первым сотворенным человеком, и до нуля. Но у Агустина, а вслед за ним и у Беды, в 66 главе «Детемпорум рациона» о шести возрастах мира, ничего не говорится, с какого точного момента нужно отсчитывать этот возраст. Непосредственно от сотворения человека, от момента грехопадения, либо от изгнания из рая и начала собственной земной истории. Историзированный лициал в рукописи с текстом Александринской хроники, созданной в Карби в 2-2 веке 8 века, показывает, что за точку отсчета вполне мог браться, да, за точку отсчета, понятную карбийским монахам, вполне мог браться и непосредственно акт соблазнения Евы змеем. Как видите, текст абсолютно нейтральный, и тут ничего нет, собственно, про историю грехопадения, да, примус хома, фактус эст, адомино, куиноман эротадам, да, уксур аутам еюс эва и так далее, и так далее. То есть это просто хроника. Но миниатюра, так сказать, задает точку отсчета, задает тон, в сущности задает интерпретацию без кого угодно. Это и есть эсхатология. Грехопадение – точка отсчета для, является и точкой отсчета для авторов, для авторов больших королевских библий. Важно, что королевские мастера и их аудитория акцентировали свое внимание исключительно на человеческом времени, которое оказывалось предельно эсхатологичным, поскольку было конечным и персонально и социально. Собственно, это главное, что о нем должен знать и помнить истинных христианин. Но прежде всего государьи и пастыри, ибо большие библии Тури и Реймси были адресованы именем. Отмечу, что эти библии созданы в правлении Людовика Благочестивого и Карла Лысого, то есть в годы наиболее активной рефлексии на тему эсхатологии в королевскую репу. Обостренное эсхатологическое восприятие времени породило не только совершенно определенные художественные модели и сюжеты. Оно же лежит в основе бурного расцвета королевской компеттистики и аналистики, призванных помочь осмыслить современникам людьми характер времени. Что, в общем, было тяжело, безусловно, для людей, живших в условиях сезонных, аграрных и литургических циклов. С начала IX века появляется огромное количество рукописей с компеттистическими трактатами и классическими, это сочинение беды прежде всего, и оригинальными вполне, составленными, например, Рабаном Мавром или Галатрием Страбоном. Покажу вам вот такую беду, которую я нашел в одной королевской рукописи, это коммунистический кодекс из Массе, созданный около 825 года, где помимо компеттистики есть еще и аналог пасхальная и малая. Это беда, такой сидит, вот, так сказать, Каролинский со свитком в руках, на этом свитке написано «беда достопочтимая, выстраивает по порядку числа, определяя времена». Что касается аналог, которые во множестве возникают с последних десятилетий восьмого века, то я об этом говорю много раз и повторю снова, это прежде всего спрос по ориентации в обмене, который иногда мог применяться к историописанию в качестве нарративного скелета, но это не было правило, у нас отлично родился и плохо. История Нитхарда, особенно деяния Карла Великого Ноткера, показывает, что историю можно было писать вне непременной связи с мнением и хронологом. Итак, семейная иконография Больших Библий, с одной стороны, аналистика и компьютеристика с другой, решали одинаковые задачи. При помощи этих текстов образованная часть франкской элиты формулировала и утверждала концепцию эсхатологического, то есть линейного времени. Это время неотделимо от морали, поскольку это время греха, если угодно, да, и его искупление. И в это время человек живет с обостренным чувством конца и предполагается, что он должен вести себя соответствующим образом. Собственно, в иконографии это и прописано. Там и данные примеры того, кто и как должен себя вести. Чтобы этот грех искупить лично и, так сказать, социально. В королевском искусстве встречается и еще одно совершенно другое время, сильно отличающееся от того, о чем мы говорили раньше. Неизмеримое в привычных категориях последовательной смены событий и даже чередовании смерти и тьмы. Назовем его, ну, условно, сакральным. В качестве примера приведем парную миниатюру из псалтери Карла Лысова, созданной в придворной школе в 1860-е годы, где королевский государь самым непосредственным образом, как вы видите, наблюдает за работой святого Иеронима, а святой в этот момент занят переводом в псалмаз. Если здесь время, да, безусловно, есть, ибо здесь представлены люди, а время от них не очень отделимо, представление королевских художников, плюс один из них живой, Карл Лысый, еще вполне себе живой, который совершает определенные действия, то есть то, чем, согласно Августину, измеряется время. Время имеет протяженность и утверждается посредством очевидности событий, который с Августином в действии. Однако у этого времени нет ни начала, ни конца. Оно неподвижно. Хочется сказать, что вечно, но, в общем, не вечно, конечно, а именно, что неподвижно. И самое главное, в реальном времени эти люди никогда не могли бы встретиться. В сакральное время королевской книжной миниатюры, пожалуй, не эсхатологично, поскольку оно не имеет начала, не стремится к концу, но насквозь дидактично, как рассказ на Августину. Ибо в этом темпоральном пространстве государь пребывает, чтобы учиться непосредственно у одного из главных отцов церкви, минуя любых посредников. Правда, существовать в таком времени могут лишь избранные государь и пасты, и с этим мы будем сталкиваться постоянно. К сожалению, мы не можем точно сказать, насколько распространены были такие представления в художественной среде. Миниатюра из псалтыри Карла Вышел в этом смысле уникальна, но тематически близкий сюжет. Мне удалось найти в псалтыре Фолькарта, так называемой, созданной в Сангалине, где-то в конце 70-х, в самом начале 70-х годов, в 9-й век. Вот вверху мы видим Фолькарта, и мы видим Аббата Хартмута, которые смотрят, наблюдают за Давидом, который следует в этот момент за ковчегом завета и еще, так сказать, исполняет, танцует, исполняет псалмы, то есть совершает литургическое действие. Встреча сквозь время – чрезвычайно редкий сюжет для каролинского искусства. Встречается оно в литературе? На первый взгляд, пожалуй, да, если мы обратимся к видению. Как известно, это такой очень расхожий топос в видениях, во всяком случае, в тех, что были знакомы каролинским читателям. Это и соответствующие истории, которые мы встречаем у Григория Турского и Эльбеды. Это и видение Баронта, написано в 679 году. Это и видение Вертина, уже вполне каролинское. И видение Бернольда, видение Карла Лысова, вполне каролинский текст. Так вот, там это общее положение, что визионеры в арене своих путешествий встречают разных людей и своих современников, но уже умерших, с одной стороны, а с другой стороны людей, которые имели отношение к священной истории. Это могут быть на самом деле кто угодно. Кто угодно, и мученики, и архивеи, и апостолы. Трансцендентная реальность видения, однако, не аналогична транс-временной реальностью упомянутой высшей панографии. Ибо в случае с миниатюрами лично не идет о путешествии в загробный мир. В них рассказывается, если угодно, о путешествии во время. Факт, что люди из будущего, причем живые на момент создания изображения, могут непосредственно наблюдать за деяниями героев прошлого, требует, конечно, дополнительного осмысления. К сожалению, здесь мы ограничены источниками в текстах, но пока не удалось найти каких-то прямых или более-менее внятных параллелей на этот счет. Но, тем не менее, некоторые предположения высказать можно. Благодаря сохранившимся изображениям и вот этой парной истории из псалтири Карла Лысова и вот этой миниатюри, например, из псалтири Фолькорта, можно думать, что представление образованных людей и королевской эпохи, история никуда не исчезает. Случившийся однажды как бы все время пребывает в некотором фрагменте времени, а давно умершие люди продолжают в нем существовать и действовать. А раз так, то их можно увидеть. Правда, доступно это лишь избранным тем, кто сопричастен сакральности, ну и, так сказать, тем, кому благоволит Господь, разумеется. То есть королям, которые в королевскую эпоху именуются квази-сацердотес, как бы священники, да, и некоторым представителям духовенства. Здесь, мне кажется, уместно вспомнить и наблюдения Арум Яковлевича Гуриевича, правда, сделанные на более позднем материале, которые, собственно, посвящены примерно тому же мотиву. Правда, Гуриевич писал о вечности, о времени вечности и времени текущем, то есть времени таком исчезающем, измеряемом. Время, поскольку оно создано и у него есть границы, у него есть начало и конец, условно говоря, это некое озеро, да, в котором вода остается неподвижным, но при этом она может, так сказать, течь и изгоняться внутри этих границ. Ну, возможно, возможно, какой-то ответ может лежать в этой плоскости, но это, конечно, требует все-таки дополнительной аргументации. Пространство. Многие королевские тексты, видения, истории, жития, трансляционы, спинитенциали и другие сообщают нам о том, что граница между профанными и сакральными мирами не то чтобы отсутствовала вовсе, но она была проницаемой, причем в обоих направлениях. Ангелы, демоны, даже покойники активно вмешивались в жизнь людей, а те, в свою очередь, путешествовали в иные дыры, хотя живым это было сделать гораздо сложнее. Вот вы знаете, визионеры возвращались обратно, так сказать, в свою реальность, как правило, сильно покалеченные, с какими-то травмами, полуоследшими, обожженными, сушидами и так далее. Но каковым это пограничье видится, и вообще разные пространства видятся художникам. В истрографии этот вопрос не раз поднимался, но рассматривался почти исключительно на более позднем материале. Здесь я могу отослать уважаемых коллег к замечательным работам Андрея Кальгуна, Александра Махова, Михаила Мальзиса, Дмитрия Антонова и других. Но в этих работах есть редкие заходы в королевскую эпоху. Редкие заходы. И понятно почему. Потому что, во-первых, там не так много материала, и он не такой, так сказать, живописный и сочный, как в более позднее время, а давалок он довольно специфический. Начать с того, что рай и ад так или иначе описаны в текстах, прежде всего в выведениях, порой с подробностями. Но в королевском искусстве изображений рай и ада совсем немного. По сути, почти все они встречаются только на миниатюру двух великих королевских псалтырей, созданных примерно в одно время, в 820-х годах. Это штургерская псалтырь, созданная в мастерской Сан-Жерман-де-Пре. Очевидно, по заказу Хильвина Сен-Дениского, одного из крупнейших, одного из важнейших королевских церковных иерархов. Вторая – Утрофская псалтырь, созданная в Реймсе по заказу Эбона Реймского, одного из главных советников Людовика Бубочистину. Это все та же эпоха Людовика Бубочистину, в ее интенсивной рефлексии по поводу власти. Штургерская псалтырь и Утрофская псалтырь. Штургерская создана в Сен-Жерман-де-Пре, Утрофская в Реймсе. И они появились в 820-е годы, вот на этом я остановился. Это все та же эпоха Людовика Бубочистину, с ее интенсивной рефлексией по поводу власти, помещенной в широкий эсхатологический контекст. Среди других проявлений этой рефлексии назовем, например, создание основных королевских зерцал, формулирование и развитие идеи о служении государя, Министериум Регис. Назовем активные политические и церковные реформы, прежде всего церковные, направленные на унификацию церкви, особенно монашество. Но также и публичное покаяние Людовика Бубочистину в Итине в 822 году. Это все то же самое время. Псалтырь занимает совершенно особое место в королевской культуре. Это текст, который заучивали первым и читали всю жизнь, постоянно размышляя над его смыслом. Иллюминация великих рукописей, по сути, представляет собой разновидность той же самой рефлексии – экзегетической, дидактической и художественной одновременно. Но рефлексии адресованы в сущности грамотными читателями. Это важно. Так, в штургерской псалтыре мы встречаем изображение рая и ада одновременно. Но здесь нет земли, как вы видите. Здесь есть ад, в котором грешники и мученики томятся в печах, которые топят демоны, а праведники надежно укрыты за стеной небесного Иерусалима. Это, если угодно, такая постапокалиптическая сцена. Это то, что случится потом, случится после Страшного Седа. Здесь нет земли. Это важный момент. Тема потустороннего пространства в штургерской псалтыре вообще разработана довольно условно. Так, адские муки грешников связаны исключительно с пламенем. Вот я несколько примеров вам покажу. Они все, в общем, примерно про одно и то же. С пламенем. Хотя, как мы знаем, поведение, набор, выбор этих мучений был гораздо более широким. Включался бы не только жарный холод, например, лютый, и всякие издевательства, и членовредительства, и прижигание коры каленым железом, и даже невыносимый запах. Тоже был элемент такого мучения. Но королевские художники этого ничего не знают. Единственное, что им знакомо, единственное, что им кажется важным, это пламя. То, что грешники будут гореть в преисподнике. Не очень понятно, как попадает в преисподнике. Зачастую грешников видят демоны, как мы видим на этих миниатюрах. Либо они сами туда падают. Как это видно? Например, вот здесь, на изображениях в Утроской псалтыре. Вот здесь, как видите, есть какая-то дырка, куда падает грешник. А здесь грешники скатываются с обоих склонов во вход в преисподнику, где какие-то демоны страшные, огромных размеров их принимают. Еще одно изображение, тоже важное и любопытное на этот счет. Вот оно. Тоже, опять же, некая дырка в виде головы, в данном случае, куда демоны, как вы видите, запихивают грешников грешников директами призывцев. В Утроской псалтыре мы найдем несколько изображений входа в преисподнике, фигуряющие в виде ямы, как я уже сказал, или разъянутой пасти. Андрей Перегон, если я не ошибаюсь, следуя за Десенбахером, достаивает на, так сказать, англосаксонском влиянии в этом сюжете. Ну, действительно, самое раннее упоминание значит пасти гиены, в которой упавшие туда прибудут вечно. Мы встречаем у беды. Совершенно справедливо. Но здесь можно вспомнить и, собственно, другой элемент, другой сюжет. Например, стих 6-й и 140-го псалма, который сообщает о том, что сыплются кости в наши, кости наши через эту преисподнюю. Кроме того, входов в преисподнюю может быть несколько, как вы видели, да, их может быть два. Ну, то есть, их может быть и больше, а не один. Но, собственно, адских мук, собственно, адских мук в Утроцкой псалтыре нет вообще. Все дурное, насилие, грабежи, убийства. Но вот все происходит на земле. Все происходит на земле. Здесь нет ада. Нигде нет ада. Понимаете, в чем дело? Вот это же есть места, куда попадают гречники. Есть места, ну, собственно, путь. Но нет самих сцен преисподней. изображение рая еще меньше. В Утроцкой псалтыре можно найти вот такое изображение, собственно, небесного Иерусалима. И здесь можно разглядеть, чем занимаются, собственно, в небесном Иерусалиме. Тут есть церковь, то есть, тут совершаются благослужения. И праведники, избранные, сидят и занимаются текстами, сочиняют тексты. Такой идеальный мир для королевских Иерусалимов. Ранее и предельно условно изображение пандан к этим миниатюрам. Миниатюрам можно, например, показать вот такое изображение из Евангелия Святой Уры с изображением Матфея из придворной школы Карла Лысова из 1960-х годов. Он занимается примерно тем самым. Он явно находится в небесном Иерусалиме, сидит, восседает на небесах. Либо вот такое изображение тоже Святого Матфея из Золотого кодекса из Санкт-Амирама, где, собственно, он тоже, судя по всему, находится в небесном Иерусалиме. Но, кажется, самое раннее изображение и предельно условное, правда, изображение небесного Иерусалима, которое мне удалось найти, находится в Суасловском Евангелии. Это придворная школа Карла Великого около 800-го года. Вот в самом правом верхнем углу маленькое-маленькое такое маргинальное изображение. Это первое, собственно, что можно точно фиксировать. Что касается богослужения в небесном Иерусалиме, то это, очевидно, оригинальная реймская традиция, призванная подчеркнуть исключительный статус местных иписок. То, что в небесном Иерусалиме есть церковь, сообщает Баронт в своем видении. Видение, я напомню, написано около 679-го года, но самая ранняя рукопись видения Баронта, известная нам сегодня, которая хранится в Санкт-Петербурге, создана в Рейнсе около 850-го года. Примерно четверть века спустя, после появления этой рукописи, Гинкмар Рейнский написал видение Бернольда, ну, такое, собственно, выдуманное, конечно, дедушное, где он сообщает устами Бернольда о церкви в обители отдохновения святых, в Эквиос-Санкторум, где служит сам Гинкмар. Ну, и, наконец, утровская псалтырь тоже создана в Рейнсе. Таким образом, круг замыкается. Помимо прочего, это еще один аргумент в пользу того, в пользу того, что утровская псалтырь это никакая не копия, это никакая не копия позднеантичного памятника, неизвестного, иритированная на современе. К этому можно добавить еще несколько ключевых моментов. Ну, например, изображение горы особого пространства, максимально близкого к Богу. Как особое пограничное пространство, между миром земным и миром небесным. Примеров тому огромное количество в королевской книжной миниатюре, в самых разных рукописях. Что-то я уже показал. Вот еще изображение горы, где Моисей восходит еще босиком вдобавок на горящую гору. За ним оси стоит, где Моисей непосредственно из рук Бога обретает скрижа Лизавета. Вот изображение в Штуринской псалтыре с помазанием Аарона, которое тоже происходит непосредственно возле горы. Вот изображение в Штуринской псалтыре, где мне пишут, что пропал показ. Экрана не видно, коллеги? Отлично, все, прекрасно. Ниже, что видно. Хорошо. Ну вот, еще некоторые примеры. Вот, например, Давид, спящий Давид, его душа выседает тоже на горе и им, собственно, чувствует себя в безопасности и ни враг не может до них добраться, ни лев, ни дикое животное не может нанести никакого ущерба, никакого вреда Давиду. Ну и, наконец, император Лотарь выседает на своем троне тоже на горе, так сказать, как вы видите. То есть, это все говорит об особом статусе горы, как вот такого пограничного пространства между миром земным и миром небесно. Но целый ряд изображений показывает, что не все так однозначно с этой горой. Вот два примера приведу. Первая Штужевская Псалтирия, как мы видим, демоны могут забираться на гору, чтобы соблазнять Христа, и более того, они могут находиться даже выше, чем ангелы. А в Утрофской Псалтирии мы видим, например, изображение Совета Нечестивых и неправедного короля, дурного короля в окружении советников с правой стороны вверху. И его трон тоже явно стоит на горе, и его трон находится выше, чем место, где сидит праведник, который занимается изучением Библии. Тут важно отметить, что принцип все равно сохраняется, то есть король все равно его место на горе, его место на горе, даже несмотря на то, что он дурной и неправедный. Реальное пограничье между сакральным и профальным доступно лишь немногим избранным, опять же, государям, как показывают нам миниатюры Библии Вивиана и Библии Сан-Паула Фурили-Мура и Золотого кодекса и Санкт-Энорама, и священнослужителям, а также апостолам и святым, как мы это видели на примере Сакраментария Драгона. Все остальные смертные пребывают только в какой-то одной зоне, либо на земле, либо в раю и аду. Пограничье им недоступно. Эта субординация на самом деле призвана напомнить зрителям, королям и пастырям о том, какая огромная социальная ответственность на них лежит, о том, что прежде всего они призваны обеспечить спасение подданных или вверенные им пастыры. Ибо у самой пасты пространство для маневра сужено до предела. Еще один важный элемент это фон. И это, собственно, последнее, я на этом закончу. В докаролинском искусстве и в мировинском островном пространство на миниатюрах либо нет вовсе, то есть изображается только персонажи либо действия, либо оно условно, то есть декоративно, либо представлено сплошным фоном. Этот подход к изображению пространства, когда персонаж или действия важнее места сохраняется и в каролинский период. По примеру, там огромное количество. Вот, например, один из них. Перед вашими глазами приведу еще один из другой рукописи, просто чтобы показать разные варианты. Вот замечательная миниатюра из сангалинской золотой псалтыри, так называемой, которую начали создавать в придворной школе Карла Лысова, а доделывали уже в Сангалине. Да, это эпизод с походом Давида на город Солу и, собственно, взятие города Солы, но, как видите, здесь нет фона, здесь просто изображение, просто изображение самой истории. С начала IX века каролинские мастера открывают для себя античное искусство с перспективой глубиной изображения и пейзажа. Это характерно для придворной школы Карла Великого и для некоторых мастерских двадцатых-семидесятых годов. Сен-Жерман Депре, Тур, Реймс, Мец в меньшей степени. Но на самом деле каролинские художники не очень понимают, что с этим пространством делать. Ровно потому, что, строго говоря, это был чуждый элемент для искусства к северу от Альп. Это новое пространство в рукописях большей частью также декоративно, то есть выполняет прежде всего эстетическую функцию и вместе с тем декларирует приверженность позднеантичной традиции. Ровно как античное исполие в каролинской архитектуре. Но иногда здесь появляется и нечто и нечто оригинальное. Вот на этой миниатюре с изображением Святого Матфея над головой у Святого Матфея мы видим какую-то странную, опять же, на горе, мы видим какую-то странную архитектурную конструкцию. Вне художественного контекста непонятно, о чем речь. За ответом мы обратимся к утровской псалтыри. к двум изображениям из нее. То, что слева, вот это вот изображение, это изображение церкви. То, что справа, это изображение Королевского дворца. Ну, понятно, что они условные, но, тем не менее, архитектурные формы вполне четко прочитываются в данном случае. Более поздние примеры в рамках той же традиции, ну, например, вот такая миниатюра из псалтыри Дус середины IX века, либо вот такая еще обложка, собственно, обложка из псалтыри Карла Лысого, на которой изображена сцена покаяния Давида перед Нафаном. Это Давид, это Версавия, это Урия лежит убитого его ног. Но Давид находится в таком символическом дворце, а Нафан в такой символической церкви, если угодно. Вот это очень интересный пример переклички между рукописями одного центра при помощи использования вполне себе маргинальных элементов. Эта маргиналия, вот та самая, которая расположена над головой у святого Матфея, напоминает подготовленному зрителю о двух источниках власти, одинаково важных для функционирования христианского общества, но не равных. Более того, об их иерархии. Церковь справа и развернута вправо, в ту сторону, где находится ангел, который что-то такое диктует евангелисту. Дворец слева и развернут влево. Характерно, что этот художественный элемент появляется именно на миниатюре с изображением Матфея, а не каких-то других евангелистов. Почему это важно? Потому что именно в Евангелии от Матфея сформулирована идея о всеобщем покаянии в конце времен, после Второго пришествия, а не о персональном воздаянии сразу после смерти, как, например, в Евангелии от Луки. А вот эта история это напоминание Бону, епископу Бону, первому советнику короля, не только о том будущем, которое всех ждет, но прежде всего о той социальной миссии, которая возложена на короля и священника, важность которой только усиливается в широком эсхатологическом контексте. Ну вот, дорогие коллеги, проводя итог вышесказанному, хочу сказать, что на миниатюрах нет мелочей. Другое дело, что мы не всегда можем эти мелочи понять и правильно прочитать и расшифровать. Для этого нужно привлекать все-таки другой материал. Иногда нам везет, как в случае с утра в Псалтире, потому что у нас есть какой-то комплекс рукописей из Реймса, и мы можем, так сказать, примерно понимать, как эти сюжеты, так сказать, кочуя из рукописи в рукописи, и какое символическое значение они обретают. Но далеко не все центры осталось такое наследие. Тем не менее, как мне кажется, к этому нужно стремиться и пытаться это понять и изучить. Спасибо большое. Я надеюсь, что вторжение ботов не испортило вам сегодняшний вечер. Спасибо. Дорогой Александр Иванович, спасибо вам огромное за, как всегда, безумно интересный материал, который вы подготовили. и я прошу извинения, что я прямо стояла в груди, закрывала, но у меня не все получалось. Я не сомневаюсь. Пожалуйста, простите. И я только об одном хочу попросить вас, дорогие коллеги. Вот все-таки мы начинаем в 17 часов. Вот давайте я в 17-15 буду конференцию блокировать. Хорошо? То есть вот не обижайтесь, пожалуйста, если уж сильно опаздываете, напишите мне в чат, в WhatsApp, в Telegram, где угодно. Я тогда вас впущу, но в общем, я не хочу, чтобы это больше повторялось. И, Саша, спасибо вам огромное, что вы, несмотря на действия вражьих сил великолепно, великолепно преподали сегодняшний материал. Дорогие коллеги, пожалуйста, вопросы, комментарии. Ну, вообще, на самом деле, вопросов может быть очень много. Да, Валентина, вам слово. Это студенты вступают. Валентина, включите микрофон, вас не слышно. Сейчас, может быть, я... Ой, а я что-то сделала. Подождите, они мне что-то пишут, что никто не может вопросы, что ли, задавать. Да, потому что... У нас микрофон и чат заблокированы, а как мне теперь это все разблокировать? Никит, подскажите мне, пожалуйста, как разблокировать это? Так, сейчас я в чат выйду. Секунду. Ну, помогите кто-нибудь. А, никто не может, потому что никто не может в чат написать. А если я скажу попросить всех включить звук? А вот так? Так получилось. Так можно начать. Да, включилось. Валентина, пожалуйста, у меня уже прямо совсем... Скоро. Да, я, к сожалению, не могу включить видео, потому что вы его отключили. Ничего страшного. Главное, что мы вас слышим. Главное, что мы вас слышим, да. Да, хорошо. Александр Иванович, спасибо большое за доклад. У меня два небольших вопроса. Первый – это были ли какие-либо светские сюжеты? И если да, то когда они начинают появляться? И второй вопрос. Вот вы сказали, что изображения рая и ада очень редко упоминаются в рукописях. С чем это может быть связано? Казалось бы, рая и ада, такие основополагающие сюжеты в христианской религии. Вот, с чем это связано? Спасибо большое. Что касается светских сюжетов, Валентина, а что вы имеете в виду? Какие именно сюжеты? Светские сюжеты – это какие? Валентина? Валентина, микрофон включите, пожалуйста, вас сейчас не слышно. Валентина, микрофон включите. Светские сюжеты. Я хотел уточнить, потому что… А знаете, что имеется в виду? Александр Иванович, я думаю, знаете, что имеется в виду? Вот смотрите, то есть у нас как бы есть пространство на земле, да? Есть время, которое связано с временами года, с сельскохозяйственными сезонами, то есть может быть вот это имеется в виду? Нет, это вот навалом как раз против других рукописях. И самое главное, что это не имеет никакого отношения к теме сегодняшней нашей встречи. Если там пространство есть, но еще раз говорю, оно такое абсолютно, так сказать, оно либо условное, либо декоративное. Никакой особой, так сказать, моральной глубины за изображением пространства, например, на миниатюрах сельскохозяйственных циклов искать не надо. А вот, например, в случае с евангелистами это можно и нужно сделать. Это не всегда получается. И у нас не всегда есть для этого фактура и материал. Но иногда получается. Иногда даже получается кое-что прочитывать и кое-что понимать про эти миниатюры. Что касается изображения рая и ада, почему их нет? Это хороший вопрос. И на самом деле он трудный. Я пока не очень готов на него ответить. Честно говоря, сходу я, наверное, подумаю, с чем это связано. Это правда странно, потому что с одной стороны это вроде как кажется, что-то сюжет довольно расхожий, да, с другой стороны есть куча текстов, в которых этот сюжет, ну, в общем, сформулирован. Еще раз говорю, например, видение довольно подробно все это описывает, да, и разносторонний. Но художники этим не занимаются, не занимаются. Я думаю, что один из возможных ответов может в том, о чем я говорил выше, а именно, что им важно, им важно было сконцентрировать внимание на том, что происходит на земле. Именно здесь, именно в этом пространстве. Потому что искупление, искупление первородного греха, оно происходит здесь и сейчас. Вот это важная идея. Вот это важная идея в контексте общей эсхатологии. Вот. Но это, видимо, может быть, лишь один из возможных ответов на этот вопрос. Спасибо. Александр Иванович, вот сейчас, кажется, Валентина сможет сама, может быть, уточнить свой вопрос, касающийся светских сюжетов. Да, да, пожалуйста. Можете включить микрофон? Я вообще-то всем не могу, но я уже всем разрешила включать микрофоны. Это разрешение работает лишь раз. Вы попробуйте щелкнуть на иконку Валентины и там в трех точках найти строчку попросить включить микрофон. Еще раз. Я уже сделала это. Сейчас еще раз попробую. Попросить включить, да? Валентина. Да, получилось. Отлично. Валентина Славовна. Супер. Тогда я бы с его одном. Да, я вам в WhatsApp пишу, что у меня не получается говорить. Да, по поводу светских сюжетов. Марина Станиславовна правильно поняла, что я имела в виду спасибо за ответ. Все, вопросов больше нет. Значит, был вопрос у Святославы я видела. Пожалуйста, Святослав, вы можете говорить? Так. Святослав. Есть. Теперь особый пропуск, чтобы задать вопрос. Пожалуйста, Святослав. Здравствуйте, Марина Станиславовна. Здравствуйте, Александр Иванович. спасибо большое. Вот у меня такой вопрос возник. Изображение Матфея, оно отличается стилем написания. Лично у меня оно вызывает какую-то тревогу. Вы вот про это изображение? Вы, сейчас я попробую экран показать. Вы вот про это изображение? Да, именно про это. Скажите, пожалуйста, а это связано с новой школой или есть какие-то другие причины? Не-не, здесь ответ в общем довольно простой и очевидный. Это римская школа, она очень узнаваемая. Это школа, которая, на формирование которой, на развитие которой явно оказали влияние выходцы из Северной Италии и люди, которые были знакомы хорошо с греческим искусством. Это с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, штука уникальная, это называется королевским экспрессионизмом, если угодно. Такой техники больше не было нигде, кроме рейс. Хорошо, понял, спасибо большое. Спасибо большое, Александр Иванович. Аня? Меня слышно? Да. Спасибо за доклад. Хотела задать вопрос, какие монастыри были центрами писания менячего в то время? Очень много и очень разных. Вопрос каких? Сегодня речь шла в основном почти только о некоторых крупных центрах и некоторых ведущих центрах центральной части. Это Тур, это Реймс, это Сен-Жермен, Депре, это Мец. Это Сан-Галин. В общем, по-моему, все, я ничего не забыл. Да, вроде бы все. Это такое ядро королинской державы, и это центры, в которых вот это новое искусство довольно бурно развивалось. На окраинах ситуация была совершенно другой. Например, на северо-западе геминировал так называемый франкосаксонский стиль, где практически нет фигуративной живописи, например, есть огромное количество инициалов, довольно сложных, разных, но только инициалов, или там какого-то еще декора. Это другой взгляд на книжное искусство совершенно. Ну и так далее. Это самые разные трениры приводить. Но смысл в этом, смысл в этом, что центры, о которых сегодня шла речь, они располагались в ядре королевской державы и создавали вот то самое новое королевское искусство, которого не было до того момента. Спасибо, Александр Иванович. Софья Орлова. Да, здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотела лишь уточнить, вот постройки храма миниатюрных видней советов. Я это послушала, но это небесные русские. Софья, вас очень плохо слышно. Попробуйте еще раз. Хорошо, сейчас мы слышим. Ну попробуйте, попробуйте еще раз, да. Сон с грименным пехом. Простите. Наверное, я прослушала, просто хотела уточнить постройки или вот храма, которая не за пределами астана миниатюра. Это небесный Иерусалим? Услышал только небесный Иерусалим. Так, Софья, может быть, разберетесь? Нет, может быть, я могу написать в чат. Да, 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 я озвучу ваш вопрос. Мария, во-первых, чат заблокирован, насколько я поняла. А как его разблокировать, я бы разблокировала? Я не знаю. Ладно. По поводу вопросов, у меня есть два вопроса. Первый от мягкой Елизаветы, ее, к сожалению, выбросила, но она хотела уточнить, почему подробные рассказы в каролинских миниатюрах это редкость? Еще раз, подробные рассказы? Да, подробные. Вы имеете в виду какого рода рассказы? такого. Но вы сказали, что в позднеантичных миниатюрах именно об этом. Ясно, ясно. Да, значит, смотрите, о чем я говорил, о том, что в позднеантичных рукописях на самом деле огромное количество сюжетов самых разных проиллюстрировано. в каролинских рукописях, в каролинских книгах, в каролинских библиях, во-первых, эта выборка гораздо меньше, а во-вторых, она абсолютно концептуальная. То есть там выбирается очень-очень ограниченный круг сюжетов, которые могут работать на то, чтобы что-то важное сообщать адресату, своему читателю. Если эта рукопись, например, была адресована королю, то там была совершенно определенная выборка сюжетов, которая позволяла королю представить, понять, каким может и должен быть идеальный правитель, а каким он быть не должен. Вот о чем речь. Спасибо, Александр Владимирович. Маш, у вас есть свой вопрос или только от Лизы? Есть еще и свой вопрос. Вы упоминали Библию Алкуина, если я правильно записала, из Тура. Просто она, как по мне, отличается от других Библий, и вы об этом говорили, причем в том числе и телевизористические. Мне хотелось бы уточнить, с чем это может быть связано, есть ли еще какие-то аналоги, потому что она правда выделяется. Да, она выделяется. Аналогов я не знаю, аналогов Библии, Библии Алкуина. Она, в общем, специфическая, но, понимаете, с другой стороны, здесь много элементов, которые совершенно точно ее атрибутируют Туру. Если вы видите мой экран, видите мой экран? Да, да. Видите, да? То здесь, например, есть медальоны с характерными изображениями, пером, лиц, профиль. Это очень такая типичная турская традиция, например. Вот. Но это правда какая-то совершенно другая история. В более поздний период, причем интересно, что всего лишь несколько лет спустя стилистика меняется. Ну, прям совсем меняется. С чем это связано? С чем это связано? Мы не знаем. И, к сожалению, видимо, никогда не узнаем, потому что, на самом деле, мы себе довольно плохо представляем, как вообще коронистские школы формировались и функционировали. Что за люди там были? Откуда они брались? Кто их учил рисовать? Учили ли их вообще кто-то рисовать? Это большой вопрос. Либо туда приезжали уже готовые художники, сравнивавшиеся в других центрах, которые просто выполняли работу, да, вот в чем дело. Это один из самых сложных вопросов, когда мы говорим о королевском искусстве, о школах, о центрах. Я предпочитаю говорить о центрах вот ровно по этой причине, потому что школа, как мне представляется, предполагает, но все-таки некоторая традиция, да, как минимум учителей и учеников. И мы можем наблюдать, так сказать, преемственность художественная. Тогда это школа. Если этой преемственности нет, или она странная, или она не во всем прослеживается, или из одного центра выходят разные рупетиси, то это именно центр, именно центр, где могли работать разные артиллы. Откуда они брались? Как они туда попадали? На каких условиях работали? Мы, к сожалению, ничего не знаем на этот счет. Я перелопатил довольно много материала. Поверьте, ответов я вряд ли не нашел на этот вопрос. Спасибо большое, Александр Иванович. Есть вопрос у Данилы Сазонову. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Данила Сазонов, я студент Института истории и политики МПГУ. Позвольте выразить благодарность за доклад. И у меня есть два дилетантских вопроса. первой. Александр Иванович, встречали ли вы какие-то характеристики времени в рукописях? Например, какие-то категории, связанные с длительностью времени? И второй вопрос, который мне представляется связанным с первым. Встречали ли вы в рукописях упоминания категории старины? Я, может быть, немножко поясню свой вопрос. чем он обусловлен? Дело в том, что в позднесредневековой пример России категории старины очень часто употребляется, особенно при реформах. Великое княжество Литовское, там мы тоже находим упоминания этой категории. А можем ли мы найти нечто схожее в рассматриваемых вам источниках? Спасибо. Спасибо большое. Начну с конца по поводу старины. Да нет, пожалуй, нет. Ну вот, я не знаю, вот, например, вам святой Иероним, да, который занимается переводом псалмов и который жил примерно за 500 лет до того, как появилась эта рукопись, одет вполне себе, как каролинский пастырь, да, это нормальная совершенно история, равна как, равна как и, например, вот эти люди, Саул и Давид и, так сказать, все остальные, это абсолютно, так сказать, это же абсолютно каролинские реалии, так сказать, да, здесь ничего античного нет, даже мечи вполне себе франкские, как вы видите, да, вот, поэтому со стариной тут все сложно, но у них, видимо, не было задачи такой искать старину, искать какие-то отличия, я думаю, что они даже не думали в таких категориях, знаете, ровно потому, что, возможно, возможно, это было связано вот с этим особым представлением о времени, которое, о времени и об истории, которое движется с одной стороны, но которое глобально неподвижно, потому что у него есть граница, у него есть начало и конец, и в этом смысле оно не меняется, я думаю, что, возможно, ответ может лежать в этой плоскости по поводу старинной. А первый вопрос я не очень хорошо расслышал, что-то про время вы спросили, уточните, пожалуйста, еще раз. может быть, были какие-то маркеры связанные с характеристикой самого времени, например, длительность времени. Длительность времени. Я даже не очень представляю, какой это мог быть бы маркер, который отрагал бы длительность времени. длительность времени. Саша, может, он про часы спрашивает? А, в этом смысле? Нет, никаких часов не было. Но вот здесь есть длительность времени, маркер, длительность времени. Я думаю, что нет, здесь есть события. Здесь есть разные сюжеты, так сказать, из жизни Саула. Ну вот и все. Пожалуй, так. Просто здесь ясно, что одно событие случается после другого. Здесь есть последовательность. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Александр Иванович, здорово. Я бы очень вас попросила, дело в том, что я правда не очень разбираюсь во всех этих делах. Дайте, пожалуйста, функцию соорганизатора Никитин, Никита. Это мой студент, который нам поможет включить чат и все остальное. Сейчас, еще поняли, как это сделать. А нужно нажать на его иконку, потом три точки вверху. Я не могу, потому что я соорганизатор. Сделать соорганизатором. Да, если можно. Да, все получилось. Все получилось. Я сейчас включу чат и сделаю так, чтобы безобразников больше не пускать. Спасибо вам большое. Я вижу поднятую руку Павла Шавкатовича. Да, ну тут много еще очень поднятых рук, так что, Александр Иванович, не расслабляйтесь. Павел Шавкатович, тогда вам слово, и потом мы снова студентов отключим. Павел Шавкатович, нужно включить микрофон. Организатор отключил мой микрофон. Не, не, все отлично. Все. Мы вас слышим. супер. Александр, ну я не буду расшаркиваться в документах. Как всегда, все великолепно, интересно, завлекательно. У меня всего-навсего три вопроса. и каждый из них убийственный и коварный. Слушай, просто вот вы обмолвили, что поздние античные рукописи были, предназначались для каких-то неграмотных людей. Вы имели в виду поздние античные Библии. Меня заинтересовало, что это за неграмотные люди, не знавшие латынь или что-то так. И потом, вообще странно, там же все-таки текст, наверное, был в этих Библиях. Вот. Это первое. Я сразу же все перечислю. Да-да. Второй вопрос, значит, я здесь тоже вас хочу поймать на слове. В миниатюрах нет мелочей. И вот меня заинтересовало, возникла такая идея. Я, к сожалению, не записал, что это за рукопись. Это, видимо, какая-то хроника. Там с инициалом буквы П. Сейчас я найду ее. Найдите, пожалуйста, если это несложно. Да, конечно, вот она. О, вот она самая, да. Значит, здесь инициал слова примус хома, да. Ну, имеется в виду, естественно, наверное, Адам. Да, там написано, что это Адам. А внутри, значит, изображение грехопадения Евы. Или Адама. Нет, нет, это Ева. Потому что там змея. Это и Ева. Ну, да, это даже не важно, кого именно. Я так подозреваю, что здесь имеется в виду инициал слова пикатус. И вот у меня возникла мысль, не связан ли тот или иной инициал с каким-то особенно значимым словом. и, соответственно, изображение этого смысла и понятия всегда как-то связано с тем или иным инициалом. Вот. И в связи с этим, значит, эстахологическая версия о начале, собственно, здесь некой идеи, она как-то, может быть, и подвисает. Я не знаю, может быть, источниковеды, они и искусствоведы, я на меня веду, они лучше, конечно, разбираются в этих вещах. Я здесь абсолютный профан. Но мне кажется, что стоит проверить эту гипотезу, что определенный инициал всегда был связан с каким-то ключевым понятием. И, соответственно, изображение внутри этого инициала могло отражать вот это понятие. И мне кажется, при вашей концепции это надо учитывать. Это мелочь, да. Но мне кажется, важная мелочь. Нет, нет, это не мелочь. И, наконец, последнее. Тут нас терроризировали сексуально озабоченные молодые люди. Меня это нисколько не шокировало. Мне даже хотелось им ответить, что вообще-то в раю сексом не занимались, поскольку отдавались более эстетическим и тонким наслаждениям и более глубоким. К тому же люди там не нуждались в размножении, поскольку они вели жизнь вечно. Ну, ладно, это как слово сказать. Но вот это хулиганство меня тоже подвигло на некоторую хулиганскую мысль. Я хотел бы, чтобы вы сейчас вернулись в псалтыри, на которой изображен Карл Лысый. Секунду. Это да, и рядом который смотрит на евангелиста. Я не помню, Матфея это, да? Нет, это Иероним. Иероним. Смотрит на Иероним. Все равно, это не важно. Да. Это вообще очень характерная вещь, когда вот действительно человек одного того времени смотрит на давно умершего человека. И здесь встречается профанное, как вы говорите, сакральное пространство. Я сам использовал однажды в одной из статей сад наслаждений изображение монахинь монастыря Хоенбург Кульзаси, который смотрит на основательницу их монастыря Святую Адилию, которая жила несколько столетий назад. Сама рукопись 12 века. И в общем-то тоже делал вывод о том, что здесь как бы сливаются два пространства, тем более, что я это связывал со своими грамотами, в которых тоже накладывается одно время на другое. И, скажем, в свидетельских списках наличествуют люди, жившие совершенно в разное время. Это мне соответственно на этот счет. И вот в связи с этим у меня возникла хулиганская мысль. Не присутствовали мы перед каким-то средневековым кинематографом или, если хотите, перед визуализацией картины или чего-то еще. Мы, собственно, для нас это характерно для современных людей. Но почему мы отказываем средневековым людям? А что вы имеете в виду визуализации? Почему они не могли просто наблюдать то ли иное изображение прошлого? Мы же смотрим исторические фильмы, и для нас это является естественным. почему же мы отказываем в такой способности средневековым людям? В конце концов, у них же было тоже свое воображение. Они могли воображать сцены давно ушедших прошлых эпох и как-то представлять их себе и, соответственно, изображать это самое вот визуализацию этих сцен. не является ли вот это вот как бы вот таким, но я это называю средневековым кинематографом, но, конечно, неважное понятие, это нужно уточнять. Вот если бы, скажем, действительно, Карл Великий вошел в пространство этого евангелиста и присутствовал бы, собственно, в том пространстве, в котором пребывает этот евангелист, вот в таком случае мы могли бы сказать, действительно, здесь как бы время и пространство соединяются. Тем более, что у вас ведь доклад-то был о временном пространственном континуеме. Вот. И, соответственно, здесь неотделимо обычно бывает пространство и время. Да. Что вы на этот счет можете сказать? Что вы об этом думаете? Да, Павел Шавкальевич, прежде всего, спасибо большое за ваши вопросы. Начну с первого, значит, по поводу позднеантичных Библии, позднеантичных кодексов и, так сказать, грамотного и неграмотного. Я имел в виду вот что. Я имел в виду, что художники, которые иллюстрировали позднеантичные кодексы, в частности, Библию, как вам сказать, они выбирали много сюжетов для иллюстрации. Много сюжетов. Это не означает, что данная конкретная Библия предназначалась для неграмотных. Нет, ни в коем случае. А это скорее общая позднеантичная тенденция, для которой характерна, как я уже сказал, вот эта парадигма довольно четко сформулирована Григорием Великим. О том, что изображение это Библия неграмотная. И в силу этого на самом деле изображение должно быть многое разное, если мы хотим учить людей, если мы хотим приобщать их к священной истории, если мы хотим им рассказывать эти сюжеты. Вот что я на виду в данном случае. И как мне представляется то, что много иллюстраций, еще раз повторю, много к самым разным сюжетам встречается в позднеантичных кодексах, имеет вот эту логику, именно эту логику, потому что, например, в Королевских кодексах мы такого не найдем, мы такого обилия изображений не найдем. Там увеличилось количество грамотных людей? Вы имеете в виду в Королевское время? Все как раз наоборот. Да, вы знаете, я думаю, что проблема в другом, я думаю, что проблема в том, что Королевские элиминированные кодексы, прежде всего Библии, адресовывались очень грамотным людям, адресовывались людям, которые прекрасно знали священную историю, адресовывались людям, которым не надо было объяснять азы, в отличие, например, от того, что мы видим в позднеантичном. Аудитория у этих кодексов минимальна совершенно. Задача иллюстрации в этих кодексах другая, научить объяснить, дать им примеры добра и зла, хорошего и плохого, дурного поведения и правильного поведения. Вот в чем дело. Вы хотите сказать, что в раннехристианское время аудитория была шире у этих книг? Нет, я этого сказать не хочу. Хотя, видимо, это было так. Видимо, это было так. Аудитория у них точно была шире, чем у этих великих карабинских кодексов. Но мне кажется, здесь важно другое. Вот еще раз повторю. Отношение к изображению в поздней античности, к изображению сюжета в священной истории, оно не представляется близко парадигме, близко к формуле, которую сформировал Григорий Великий. Изображение этой библии линограммой. С этим связано появление многих циклов, многих сюжетов. С этим связано то, что многие эпизоды священного писания иллюстрировались. В королевскую эпоху этого нет. Этого нет, мы этого не наблюдаем. Огромное количество сюжетов просто ушло, но их нет. В этом нет никакой необходимости, в этом нет задачи. Но есть задачи в другом. Есть задачи в том, чтобы определенным образом, выбирая определенные сюжеты в священном писании, создавать концепцию, создавать зерцала, если угодно, для правителя. Вот в чем дело. А задачи создания зерцала для правителя предполагали совершенно другой отбор сюжет и совершенно другую работу с ним. Вот о чем говорится. Вы хотите сказать, что Библия играла роль зерцала в королевском? Да. Иллюминированная Библия, да. Библия или Псалтырь иллюминированная, которая адресовалась королю, как, например, Первая Библия Карла Великого или Библия Левиана, она же, или как вот эта Псалтырь, иллюстрация, которая сейчас у меня на экране. Это, если угодно, художественный зерцал. Понятно. Смысл этих изображений в том, чтобы их рассматривать и чтобы про них думать, над ними медитировать и их прочитывать определенным образом. Но для этого нужна была подготовка, безусловно. То есть дидактическая тенденция превалировала? Но гораздо более сложная, да, гораздо более сложная, изощренная, чем это было раньше. Ясно. В позднеэтичных кодексах много наглядности, много буквального. Вы знаете, изображения, например, в том же кантатерфике Ашбергхема, они правда порой просто буквально пересказывают текст. И он очень понятный. Смотревшие изображения тебе даже не нужно читать Библию. То есть история вся изложена, сюжет изложен на одном изображении, в несколько рядов ты все это прочитываешь, он тебе понятен и известен встану. То есть от иллюстративной функции перешли к дидактической в большей мере. Да, и это связано, еще раз повторю, со сменой адресата. Со сменой адресата. Мы не знаем, ну, мы не знаем до конца, для кого точно предназначались, например, позднеэтичные кодексы Библии и Евангелия. Но я думаю, что не только для епископов, все-таки аудитория у них была потенциально гораздо шире. А украинских кодексов, конечно. Да, да, а украинских кодексов она была гораздо меньше. В идеале это был вообще один человек. Вот в чем дело. Ясно, я помню. Вот, это значит по поводу вашего первого вопроса. Второй вопрос. А теперь насчет инициалов. Да, насчет пикации. Слушайте, это, конечно, отличная идея, ее надо проверить. Да, надо проверить вообще. Может быть, искусствоведы уже давно открыли все эти секреты и знают их великолепно. Надо посмотреть просто в литературе. Не слышал ли тот или иной инициал с определенным понятием. Да, это, ну, искусствоведы этим не очень занимаются. Я посмотрю, я не встречал ничего на этот счет. Я вспоминаю разные инициалы, пока сидел слушал вас вопрос, ваш вопрос вспоминал разные инициалы, которых я знаю много, и пока у меня ответ нет. Нет, нет. Нет этой связи, да? Нет этой связи. Есть связь с сюжетом. Да, но я думаю, что в данном случае, в данном конкретном случае эта связь может подразумеваться как раз. А, в данном конкретном случае сказать, что пикатус здесь вполне уместен. часть сюжета. Да, уместен. Но я бы еще раз обратил ваше внимание на то, что этот сюжет, этот инициал, его повествование, его содержание никоим образом формально не связано с текстом, который он обслуживает. Понимаете, ну, тут ничего нет про это, про это событие. Вот текст перед вами, вы его видите, он довольно простой. это самая обычная хроника, ничего тут никакой Америки открывать не надо. Вот в том-то и дело, это имя навело на это. Да, но мне кажется, для людей, которые этот инициал рисовали, он являлся своеобразной точкой отсчета в этом смысле. Понимаете, вот для них история, время, если угодно, что хроника это про время, а не про историю, время начинается отсюда. Понимаете, здесь какая-то точка бифуркации произошла. Хотите сказать, что время для них начинается с грехопадения, а не с создания Адама? Даже не просто с грехопадения, а с грехопадения Евы. Понимаете, с соблазнением Евы, это не одно и то же. Вот, но опять же, не вообще, а для создателей этой конкретной рукописи, которая создавалась в Карби во второй половине восьмого века. Я вообще против того, чтобы, ну... А что это такое, простите? Это, да, это Александринская хроника, текст довольно известный, родом счетом ничего особенного, просто хроника, которая начинается от Адама. Ну, понятно. И дальше все как, ну, все как мы любим. Вот, ее переписали в Карби, очень красиво, очень узнаваемый скрипторий, посерк виден здесь, да, вот, но инициал вот такой, вот он живет своей жизнью, но мне кажется, появление у него здесь точно не случайно. И это точно связано, как мне представляется, точно связано с моментом, с которого они считают правильным отсчитывать время. Хотя хроника, которую они переписывают, говорит про другое. вот. Спасибо большое. Тут еще... Там еще 30 вопросов. Да, 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 еще был вопрос у Павла Шавкатовича. Я хотел уточнить вопрос, вот уйти от этого хулиганского, значит, определения, типа средневекового кинематографа. Я хотел спросить, вот, может быть, мы вправе говорить о том, что профанное время и сакральное время как бы сливаются, или даже разное время сливаются, тогда в том случае, когда сливается и пространство на изображение. А в тех случаях, когда пространство отделено, мы не вправе говорить о том, что время сливается. Вот если конкретно, вот мой вопрос. Да, понимаете, какая штука? Сейчас я открою значит, эти два изображения. Понимаете, вот, например, здесь, да, Карл Лысо живет в своем пространстве и он как бы не нарушает границу. Да, это понятно. Но он явно совершенно взаимодействует с Иеронимом. Он его видит. Иероним его не видит, а Карл его видит. И это важно. И оба они представлены, как бы, понимаете, в образах, которые для них важны. Карл представлен королем, который правит мира. Да, более того, Бога избранным, он сидит под пятой, под подбожьей гладью, и он смотрит на священника, который переводит псалмы, который переводит Юра Давидис, как тут написано в верхней строчке. То есть, создает один из важнейших, один из главнейших текстов для этой эпохи. Вот в чем дело. Здесь есть коммуникация, здесь есть взаимодействие, здесь нет движения, здесь нет динамики. Является ли пространство, в котором находится Карл Лысый профанным, я не уверен, потому что там божественная длань все-таки, потом это трон, а как мы знаем, с троном все непросто. Королевский трон все-таки подполагает... Давайте я вам еще одну открою миниатюрку. Мне кажется, я ее пропустил, а жаль. Вот, например, очень хороший пример. Это тоже Карл Лысый, это Библия Вивиана, это вот турские монахи, которые преподносят ему кодекс, который они собственно создали. Вот тот самый кодекс, миниатюра, с которого взята. Но обратите внимание, где находится трон Карла. Он находится где-то на облаках, он находится между землей и небом, он находится в другом пространстве, в каком-то особом пространстве. Даже здесь тут есть сакральные и профанные, вот они как раз здесь пересекаются, здесь есть коммуникация, здесь есть взаимодействие. Но это все живые люди, это все современные люди. А это все-таки нет. Это все-таки нет. И у вас еще была идея, был вопрос по поводу кинематографа. Да, это любопытная штука, эта идея время от времени на самом деле появляется в литературе, что вот каролинские библии, они такие кинематографичные, потому что в них есть ряд сюжетов, которые разбиты. Человремени? Да, да, разворачивается во времени. Да, да, совершенно верно. Ничего вам не могу сказать на этот счет насчет того, можно ли это считать условным аналогом раннесредникового кинематографа, но как мне представляется, все-таки это не вопрос простого наблюдения. Эти миниатюры создавались не для того, чтобы просто их рассматривать. Вот это важный момент. Эти миниатюры создавались для того, чтобы над ними размышлять, над месседжем, который несли, размышлять. И это важно. И важно учитывать все-таки не отдельную миниатюру, а учитывать иконографию всего конкретного кодекса. Это важная штука, потому что в каждом кодексе есть концепция. Да, несомненно. Есть концепция, и эта концепция заточена под конкретного адресата. Понимаете, даже если рукописи выходят из одного центра, но они предназначены для разных людей, условно, для аббата или для короля или для епископа, они будут разные, с разными акцентами. Вот в чем дело. Спасибо огромное, Александр Иванович. Я не хочу больше употреблять ваше внимание. Спасибо вам. Михаил Николаевич, вы можете озвучить ваше сообщение. Вы можете включить микрофон? Да. Да, я в общем спасибо за доклад. У меня вопрос возник вот к картинке, где с одной стороны на вершине горы Христос, как я понял, слева демоны, причем демоны выше, чем ангелы. Вот я хотел спросить у вас, какое богословское значение гора и вот это соотношение демонов выше, чем ангелов, чем это вообще связано, на какие места в Библии или какие-то популярные в то время богословские толкования это все. опирается в инвалиде. Вы имеете вот эту картинку, наверное, или нет? Мой экран виден? Тут какой-то текст. Экран виден, но не видно картинки. Интересно, а так тоже не видно? Да, 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 вот именно это. Сейчас видно картинку, да? да. по поводу богословского толкования. Ну, я вам прямую параллели здесь точно навскидку не приведу все-таки. Мне кажется, это общий такой расхожий мотив о том, как добро и зло борются за душу человека, за душу святого, за душу Христа в данном случае. Демоны предлагают ему золото, так сказать, блага земные, блага мира. Ангелы непонятно, что предлагают. Видимо, они держат, я так думаю, земную твердость, то есть мир. Они предлагают ему править миром, ну, в духовном смысле, конечно, потому что ровно на этом шаре Христос будет выседать потом на горе, на одной из меня отверстия руки выседать, это мы знаем. Вот. А гора, потому что это Христос, потому что это сакральное пространство, это то пространство, которое связывает землю и небо. Это то пространство, куда на самом деле нет доступа простым смертным. Вот в чем дело. Спасибо. А я еще хотел спросить, а вот связи с богословием Августина здесь нигде не просматривается, у него произнесли такую мысль гора как связь двух миров. И у Августина тоже город Божий это такое два мира, мир невидимый, более подлинный, мир видимый. Вы знаете, тут даже не надо ходить далеко и ходить за Августином, это все из Библии абсолютно точно. Гора это место, где живет Господь. Об этом написано многожды в Библии, да, а конкретная гора, гора Синай, это гора, на которую Яхве запретил подниматься простым смертным. Ну, то есть, это все, ну, как бы, этот мотив, он понятен, очевиден, и он, конечно, библейский, и он абсолютно прозрачный, в данном случае. Александр Иванович, спасибо. Здесь вот еще в чате есть тоже вопрос про горы, может быть, сразу как-то мы на него ответим. Да, а вы можете прочитать? Я зачитаю, да, я зачитаю сейчас, Александр Иванович, просто здесь много в чате написано, и сейчас, да, от Орлова и Софьи хотела уточнить, наверное, пропустила, постройки в скобках храма на вершине горы за пределами основного сюжета миниатюры Небесный Иерусалим знак вопроса, и почему практически у всех представленных сегодня вариантов плюс-минус схожий архитектурный стиль. Ну, он все-таки не схожий, да, он все-таки разный, хотя какие-то общие основания угадываются. А где он схожий? Он схожий в отдельных рукописях, в рамках отдельных рукописей он схожий, что, в общем, вполне понятно, потому что, ну, они создавались в конкретной кодексе конкретными артелями, например, Утроцкая Псалтия явно совершенно, там есть несколько рук, но это люди, которые думали одинаково про искусство, которое они создавали. Поэтому то, что там архитектура в других кодексах она другая, да, я не знаю, ну, вот, здесь нет, сейчас, я здесь полночки не покрою, ну, вот, да, вот небесная Иерусалим, например, или, или, это не небесная Иерусалим, а это хорошо известный сюжет, это, собственно, доик, который пришел к Саулу рассказать о том, что Давид прячется в доме Алимелинка, да, вот, здесь важно, важно, собственно, архитектурный, архитектурный ансамбль, в котором сидит Саул и выслушивает, значит, и выслушивает Бог. Вот, это, кажется, дворец, это никакая не церковь, это не храм, это дворец. Вот, нет, все по-разному, архитектура разная, но там есть всегда какие-то элементы, которые, как мне представляется, позволяют атрибутировать пространство, ну, например, еще раз открою эту миниатюру с Матфеем из Евангелия Святой Оры, это явно совершенно небесный Иерусалим, да, он явно пребывает на небесах, он явно пребывает в стенах крепости, которая защищает его, так сказать, от зла, и он занимается составлением текста. Прямых параллелей мы не видим в других рукописах, но мотив такой вот вполне себе, потому что, например, вот еще вариант открою, есть сходство тут с есть сходство вот с этой миниатюрой, но такое общее, какие-то есть общие мотивы, да, вот книги, стены, небеса видны, а в остальном они разницы, поэтому насчет сходства я бы тут не стал сильно акцентировать внимание на сходство. Спасибо, Александр Иванович. Извините, дорогие коллеги, я не всех знаю, поэтому как подписано, так и говорю. Саша Манжели. Да, да, Манжели, но ничего страшного. Да, спасибо большое, Александр Иванович, за прекрасный доклад. Большое количество иллюстративного материала нужно проработать, и думаю, у вас получилось. Спасибо большое. У меня такой вопрос по поводу изображения на Евангелии от Матфея, ну, последний, то, что там, где изображение королевского дворца и церкви, мухрама. Можно сказать, что шло в то время, ну, как сказать, сакрализация власти на основе, например, таких иллюстративных материалов. И второй вопрос. Сохранялись ли данные, вот то, что вы говорили, по методу написания изображений и дальше, после девятого века. Значит, давайте по порядку. Шла ли сакрализация власти? Ну, конечно, шла. Она началась сильно до, и она, собственно, не останавливалась. И в королевский период мы все это видим прекрасно. Конечно, власть сакральна, и власть короля в полной мере. Тем более, что в королевский период король в какой-то момент начинает трактоваться как почти священник, как квазисацердос, у которого особые функции совершенно. Они близки священническим, но все-таки не до конца, потому что в отличие от священников король имеет право на насилие, у него есть мельчин. Но это, конечно, сакральная священная власть, безусловно. Об этом говорят и частности те сюжеты, о которых мы сегодня говорили. Например, трон короля, расположенный между землей и небом, или трон короля, расположенный на горе, все это имеет место, все это присутствует. И все это говорит о том, что, конечно, восприятие власти королевской в сакральный период, в королевский период было сакральным, безусловно. Другое дело, что в 20-е годы и в 30-е годы 9-го века это очень хорошо видно, и позже эта тенденция продолжается, епископат систематически работает над тем, чтобы поставить себя выше, чтобы подчинить себе власть короля, чтобы сделать так, чтобы они были первыми, а король шел за ними, чтобы король их слушал, чтобы король был ведомым, хотя со своим набором очень важных функций. Вот эта история с изображением над головой Матфея в данном случае, она ровно про это. Понимаете? Она ровно про это. Это две важные власти, священническая и королевская. Но все-таки священническая чуть круче. Она лучше, она выше, она правильнее. Королевская тоже важная, тоже на горе, если хотите. Но чуть ниже. Ну вот, это такая рефлексия, конечно, экскопата. И этот сюжет появляется и в других рукописях и подается при помощи других инструментов. Ну, например, в рукописях, которые адресованы королям, где есть изображение королей и современников, ну, Карла Лысова, собственно, прежде всего, да, а также Лотаря, мы обязательно, обязательно встретим изображение святого Иеранима, который занимается, например, переводом Библии либо еще чем-то. Но он там обязательно есть. Это важная штука. Там, где нет короля современного, почти всегда нет Иеранима. По-моему, только одна рукопись есть. Сангалинская, да и то она такая, ее происхождение туманное, где есть Иераним, нет короля. А во всех остальных случаях это только так. И для них это важно, понимаете? И история начинается с Иеранима, не с сотворения мира, не с книги бытия, а с Иеранима, который сидит и переводит эту библию на латинский язык. А заканчивается королем. Вот в чем дело. То есть разные были инструменты для того, чтобы эту мысль донести до читателя. Второй вопрос ваш. Какой, простите, напомню сейчас? Да, я говорю про продолжается ли эти методы описания? Да, продолжай дальше. Да, да. Понимаете, это очень хороший вопрос на самом деле. И он не такой простой и очевидный, как кажется. Если мы посмотрим кодексы более поздние, например, Атоновские, но не только, мы найдем массу королевских элементов. Массу. Но это не будет слепое копирование, это не будет подражание. Это всегда актуальная история. Это вот то, о чем я сказал в самом начале. Важно воспринимать книжную живопись в контексте эпохи. Только тогда мы сможем ее правильно прочитать. Только тогда мы сможем понять и прочитать правильно иллюстративный ряд в конкретном кодексе. Если мы будем выстраивать иконографические ряды, то мы найдем массу параллельных, массу заимствованных. Поймем, как какие сюжеты качуют, на что они влияют. Но мы не поймем, про что они. Понимаете? Мы не поймем, как они живут в контексте эпохи, как они трактуются в контексте эпохи. Вот о чем речь. Поэтому ответ на ваш вопрос будет и да, и им. Заимствованный есть, но это всегда история привязанная к конкретному времени и конкретной аудитории. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Иванович. Да, Михаил Журавлев, вам слово. Да, добрый вечер. У меня вопрос, скорее даже, не совсем про IX век, а про то, как мы с этим IX веком можем контактировать в XXI. А именно, ну вот большинство из тех рукописей, которые вы сегодня демонстрировали, они находятся в открытом доступе и, ну, по сути, свободно гуглятся, да, если выражаюсь прямым языком, и могут быть найдены. Ну вот, да, ну вот у меня возникли лично проблемы, то есть почти все эти рукописи, которые вы показывали, я видел, но вот, допустим, та же Библия из Сан-Паула в Форе Лемура, она, насколько я понимаю, в открытом доступе не находится. Да, вот как раз она, да, она прекрасна, но, к сожалению, мне ее найти не удалось. А ее нет. А, даже так? То есть она... Да, да, вот это конкретное изображение, это моя личная фотография, которую я сделал с книжки, которую я купил, собственно, в Сан-Паула в Форе Лемура, где все миниатюры кодекса по счастью есть. То есть, по сути, кроме как, да, таких вот специализированных фасимилий, которые там стоят, ну, достаточно серьезных денег, да, будем честны, то есть ее нигде нет, по факту. Конкретно? Конкретно этой рукописи нет. Да, то есть самый информативный, самый люстрированный, да, получается, нет. Самый содержательный. Да, да. Ну, собственно, все, у меня вопрос на этом. Все, спасибо. Коллеги? Раз, раз. Меня слышно? Да, вас слышно. Слышно. Марина, Станислава, отключилась. Давайте по порядку. Станислав Григорьевич, вижу вашу поднятую руку. Да, спасибо. Спасибо за очень интересный доклад, Александр Ильич. У меня еще вопрос к поводу изображения с Карлом и Иронимом. Можно ли здесь какую-то типологическую, ну, или, в принципе, какую-то параллельную найти с распространенным, собственно, интересную ситуацию, когда на средневековых изображениях разных, в том числе и книжных, просто помещался заказчик этой работы, который, ктитор, да, который каким-то образом тоже контактировал визуально с каким-то священным персонажем, почитаемым. Да, вы знаете, Станислав Ильич, я думаю, что вот здесь, если вы видите мой экран, да, вот здесь, пожалуй, это ровно то, о чем вы говорите. Это, напомню, страница из псалтырии Фолькарта, где есть Фолькарт, слева стоит, вот с книжкой, собственно, вот эту псалтырию надежит, а справа его Аббат хакнет, да, вот это, вот это как раз то, о чем вы говорите, да, безусловно, они здесь, они здесь, в том числе, в том числе и поэтами, потому что они создавали этот кодекс, да, Аббат, собственно, заказывал этот кодекс Фолькарт. Вот, что касается вот этого изображения, то нет, конечно, потому что, насколько я понимаю ситуацию, Карл Лысый, да и вообще королевские государи, как бы это сказать, не заказывали кодексы с конкретным набором изображений. Эти кодексы для них делались, этим занимались другие люди, это курировали другие люди, это были епископы, реже Аббаты, чаще всего епископы, это важно, потому что они, создавая совершенно определенный иллюстративный ряд, еще раз повторяю эту мысль, они наставляли короля, они определенный месседж формулировали, они изображали то, что, как им казалось, важно знать королев про свое место, про место священников, да, про свои функции, про свои задачи, про то, кто первый, кто второй, про то, что ты должен делать, про то, кому ты должен подражать, как подражать, в чем подражать, а кому подражать, не должен, как, например, Сауле, да, вот, поэтому в случае с кодексами, которые адресованы королю, афект мой такой, да, нет, это, конечно, не китры никакие, а вот кодекс, который сангайновский, да, это они, это они. Александр Иванович, простите, что я вмешиваюсь, вот здесь вот наверху надпись, она все объясняет здесь, что сидит, значит, Карлос весь в почестях и подобен он Ости. По поводу этих надписей как-то уже тоже делал доклад когда-то. Да, здесь на самом деле написано вот что, что Карл Карл Винсый подобен, то есть подражает Осии, королю Осии и королю Феодосию. Согласно, например, Гоменику Алиберу, о котором я упоминал сегодня в самом начале, в этой формуле сформулировано очень точное послание. Коль скоро Карл Винсый подобен вот этим двум правителям, то, да, а эти правители собственно были известны тем, что они принесли публичное покаяние, что они покаялись. То есть здесь идея покаяния сформулирована. Идея о том, что король должен каяться, приносить покаяние. Вот в чем дело. И вот эта обложка, это последняя обложка с той же самой псалтири. И как вы видите, здесь ровно та же самая идея формулируется. Поскольку здесь изображен Давид, который приносит покаяние на фан. на самом деле одно из главных посланий этого кодекса заключается ровно в этом, что короли должны, помимо всего прочего, приносить публичное покаяние. Это правильно, это правило, и это то, что делает, это то, это одна из их задач, это одна из их социальных функций. Понимаете, без этого общество нельзя спасти, без этого подданных нельзя привезти к спасению. Это связано с разводом? Нет, это связано не с разводом. Эта идея возникает где-то в 20-е годы, еще при Донке было в Чистилом, я вам напомню про знаменитое совершенно событие публичное покаяние Рудовой Кавитии в 822 году. Формально оно было связано с тем, что Рудовик так сказать покаялся в том, что из-за его решения погиб его племянник Гернар Паталийский, которого он в 18-м году приказал арестовать и казнить, но потом заменил казнь на ослепление, но его так ослепили, что он убрал через 3-4 дня. Это известная история. Да, это известная история, но тут важно не это, а тут важно то, что в практику политическую Людовик впервые за долгий период после Феодосии, кстати говоря, впервые реально попробовал внести акт публичного покаяния как одну из форм репрезентации королевской власти. Вот в чем дело. После Людовика это, в общем, так сказать, все опять ушло в небытие на довольно долгий период времени. Конечно, Карл ни перед тем не каялся, но епископ это ему об этом напоминали. И в том числе создавая вот такую иконографию для псалтыни, адресованную конкретно этому человеку. Вот в чем дело. Ясно, спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Матвей, вам слово. Тоже вопрос. Матвей Яковлев. Так, меня слышно? Да, отлично. Прежде всего, Александр Иванович, большое спасибо вам за такой замечательный доклад. Действительно, очень много прозвучало интересных тезисов. И особенно мне почему-то запал в душу, запомнился тезис о том времени избранных, который вы сформулировали. То есть, правители и пасторы существуют как бы в неподвижном времени, потому могут учиться друг у друга сквозь века, минуя посредников. Но не друг у друга. Короли могут у священников учиться. Священникам к чему у королей учиться? Нечему. Они же пасторы. Вот вы отчасти опередили мой вопрос, потому что я помню еще несколько лет назад у вас была совершенно блистательная лекция о роли образа Давида в идеологии королевских. И в частности, вот как раз-таки отчасти предыдущий вопрос тоже опередил мой, тезис как раз-таки о том, что Людовик был бы чистивый под влиянием образа Давида обратился к практике публичных покаяний. Вот в данном случае пример с влиянием образа Давида на Людовика Будучи Стивого можно считать частным примером такого времени избранных, того, как он работает, или нет? Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ну, несколько лет назад у вас была лекция... Не-не-не, это я все слышал. Вот последний человек. Можно ли считать этот пример с влиянием образа Давида на Людовика Будучи Стивого частным примером работы такого времени избранных? То есть, когда сквозь века виноват посредников Людовик Будучи Стивый как бы учится у Давида? Но все-таки не Людовик, а Карл. Скорее, если я правильно помню то нашу речь, речь шла о Библии Вивиана, о кодексе, созданном для Карла Лысова конкретно, где есть Давид, который имеет даже портретное сходство, напомню вам, с Карлом Лысом, главным адресатом. И, собственно, Давид показан идеальным государем, таким, каким должен быть Карл, таким образцом, которому должен подражать Карл. Вот. Окей. Да. Что касается, значит, истории с покаянием Людовика, я думаю, здесь самые разные факторы играли роль, и в том числе, в том числе, конечно, библейская традиция, переосмысленная и сильно актуализированная в эту эпоху. И Давид, покаяние Давида было одним из элементов, было одним из элементов, несомненно. Спасибо, Александр Иванович. Спасибо большое. Еще я смотрю, рука поднятого. Анатолий Викторов, у вас вопрос, пожалуйста. Александр Иванович, большое спасибо за доклад, было очень интересно вас услышать. Хотел, ну, начать, коротко представлюсь, я студент ПГУ, я занимаюсь, собственно, помянутым сегодня житиям Арненского, и у меня возник такой вопрос, был неоднократно упомянутый о связи, собственно, иллюминированных рукописей с задачей представить королю определенную систему ценностей, определенные задачи. Откуда берется эта идея? То есть, у нас, конечно, очень мало мироинских рукописей, но, собственно, сама традиция, как бы, есть ее истоки. Она появляется после ирландского монашства, или она, как бы, только при Карле Мартеле, или, как бы. А вот это, а вот это хороший вопрос. Вы знаете, судя по всему, традиции-то это и нет. Судя по всему, она была создана в королевскую эпоху, конкретно в первой половине девятого века. Конкретно в первой половине девятого века. И это, ну, такой вот, если хотите. Очень интересно, спасибо большое. Да, творческий подход, понимаете, они использовали новый инструмент, новый инструмент для пропаганды своих идей. Я имею в виду, конечно, собственно, духовенство, прежде всего. Да, потому что это они, так сказать, инициировали все. Они разработали собственный язык. Почему они ушли в искусство, знаете, хороший вопрос, потому что, я думаю, в какой-то момент это стало модным. Модным при дворе, понимаете, вот модным. Играть образами, играть изображениями, апеллировать к античности, но в то же время оставаться в современности, это не характерно для королевской эпохи. Но это очень типично, очень характерно для королевской. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я скажу так, традиция родилась именно здесь и сейчас. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Ответили на ваш вопрос, да? Андрей Вербовский. Еще вопрос, Александр Ильич. Добрый день. Слышно меня? Да, отлично слышно. Большое спасибо за доклад. Собственно, сама тема доклада исчерпывающая дана. У меня параллельный вопрос. Уже частично затронутый. Как мы знаем, иллюминаторы, и художники позднего Средневековья, и Возрождения получали, как правило, тщательный перечень задач от заказчика. Было ли это в каролинское время? Судя по всему, да, вряд ли иллюминатор сам решал концепцию того, что показывать. И вот интересно у вас был разных манускриптов, в которых тема грехопадения была показана. Можно ли считать это полемикой определенных епископов? Они вовсе не иллюминаторов, которые вряд ли сами могли трактовать эти вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, вы совершенно справедливо говорите о том, что это, конечно, была не инициатива художников. Нет ни в коем случае. Я в это не верю. Нет никаких оснований полагать, что это так. Понимаете, это слишком серьезная вещь. Такие вещи нельзя было пускать на самотеку. Такие вещи нельзя было отдать... Алло, меня слышно, коллеги? Да, слышно. Да, хорошо, спасибо. Просто у меня что-то пропало на экране, поэтому уточняю. Такие вещи никогда не отдавались на самотеку. Я в этом уверен. Такие вещи четко, внятно и подробно обсуждались и формулировались заказчикам. Тут, может быть, понимаете, в частностях, в мелочах я допускаю некоторую, так сказать, свободу творчества, но концептуально, конечно, нет. Я уверен, что все это концептуально проговаривалось. Что там должно быть изображено? Какой сюжет должен быть отобран? Почему он этот сюжет? И как он должен быть поднан? Это совершенно точно. Что касается вот этой истории с грехопадением и с полемикой, нет, это не полемика. Я думаю, здесь все гораздо проще. Это связано с разными адресатами. Библия Алкуина, вот это первое. Там, кстати говоря, нет сцены апокалипсиса в этой рукописи. То есть она вообще-то, говоря, про другое. Тут есть эта сцена, но эта сцена никак не связана с этой человеческой эскатологией. Нет, абсолютно. И эта Библия предназначалась, видимо, для внутреннего пользы. Судя по всему, потому что, ну, собственно, для монастыря, для аббатов монастыря, высокопоставленная. Конечно, там футуру слишком серьезный крупный центр. Почему? Потому что здесь на одном из медальонов в профиле изображен сам Алкуин. Собственно, почему и рукопись называется «Библия Алкуина», хотя она появилась 30 лет спустя, как из Библия Алкуина. Судя по всему, а то и позже. Вот. Это для внутреннего пользования. Поэтому здесь, так сказать, трактовка сюжета вот такая, какая есть в начале книги бытия. Библия Мути-Гранваль, вторая вот эта маленькая картинка, она предназначалась конкретно для монастыря Мути-Гранваль, но я так думаю, что для аббата монастыря Мути-Гранваль. А третья рукопись Библии Вивиана, она конкретно была адресована королю. Понимаете? И в этих трех рукописях совершенно разные иконографии. Набор сюжетов. Набор сюжетов. В Библии Алкуина вообще только две, только два франкиспуса. Один из них открывает Ветхий Завет, второй открывает новый. Все. В Библии Мути-Гранваль, насколько я помню, четыре миниатюры, четыре миниатюры, по-моему, да. А в Библии о Библии Вивиана их довольно много. Довольно много. И там много внимания уделяется и священникам, и королям, и тому, как они взаимодействуют, и тому, в каких ситуациях они оказываются и так далее. И завершается эта Библия, как я уже говорил, вот этой картинкой, то есть Карлом Лейсом. Да, то есть, понятно, вот вся эта история, которая была перед этим, она для тебя, дорогой. Для тебя. Хоть ты тронуло находишься на небесах, но ты полистай, почитай и подумай, про что мы хотим тебе рассказывать. Поэтому, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, это не полемика между отдельными епископами, а это разные адреса. У этих кодексов разная аудитория, и значит, у них разные задачи иконографические. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Иванович, вот Анатолий Викторов хочет продолжить. Александр Иванович, извините, пожалуйста, просто я как бы пропал в тот самый момент, когда вы стали отвечать, ведь мой интернет очень плохой был. Я просто хотел поблагодарить за ваши ответы, и большое спасибо. И хотел просто немного дополнить, еще вот такой вопрос задать. Надеюсь, меня слышно? Да, да, конечно. Есть еще некий такой тезис в историографии, изложенный Гербердингом и Форакром, о том, что при мировингах рукописи в основном читали вслух, а при королингах их начинают читать для себя. И согласны ли вы с этим тезисом? И можно ли тогда с этим как-то и связывать отсутствие иллюминированных рукописей при мировингах? Да, отличный вопрос, спасибо вам. Я думаю, что отчасти вы правы, я думаю, что отчасти это связано ровно с этим, с тем, что все-таки в мировингскую эпоху рукописи все-таки читали публично больше ститули, чем в королинскую эпоху, а в королинскую больше рассматривали про короля или вообще про агрессата. в королинскую эпоху появилась аудитория образованных людей, которые могли спокойно работать с книгами персонально, неспеша, вдумчиво, и которые вдобавок могли себе позволить иметь такую книгу так богато и роскошно иллюминированную. Понимаете, это тоже такой элемент престижа, элемент лоска и вообще судя по всему они откровенно так сказать выпендривались друг перед другом. У кого круче мастерская, у кого круче книжка. Драгон картинку из сакраментария, которую я показывал, вот эту, например, создал ну просто великий кодекс. Не он рисовал, но он курировал. Он явно отбирал сюжеты и так далее. И это кажется единственным вообще королевский кодекс, где почти все миниатюры, за редчайшим исключением, помещены внутренне лица. Понимаете, но никому такое в голову больше не пришло. А ему пришло. Это сложно. Понимаете, это сложно и это круто. Такого никто больше не смог сделать. он это делал ну явно так сказать явно предполагая, что ему так сказать будет чем гордиться в этом смысле. Вот. Вот. Попыли чтения вслуха про себя. Да, я думаю, что здесь как раз лурика такая. Все-таки в мировичскую эпоху аудитория была менее искушенная в массе своей и менее подготовленная в массе своей и более бедная в массе своей. Вот. Поэтому, конечно, и горолинские кодексы они беднее и они про другое. Они, а те, которые, так сказать, богатые кодексы, они скорее про декор нежели про сюжет, нежели про историю, нежели про темы. А вот в королевскую эпоху все меняется. Декор как раз отходит в некоторых мастерских на задний план, а на первый план выходит повествование нарративное художественное. Ну что ж, Никита, пожалуйста, ваш вопрос. Петербург, держитесь. Ничего, ничего, все нормально. Александр Иванович, здравствуйте. Меня заинтересовала одна миниатюра, которая была с горой. Можете, пожалуйста, ее открыть? С горой с какой? Их было много. Сейчас давайте на ней еще за головами святых находились разного цвета диски, и они меня больше всего заинтересовали. Это было какое-то разовое явление? Пытаюсь понять, где диски. Ага, пока нет, пока еще не мелькало. Именно с горой связано? Ага, там прям посередине была гора. Пока еще не было ее. Мне кажется, с горой я открыл все изображения. Что же это могло быть? Никит, может, это в начале было? В каком? Так, я сейчас посмотрю, не сохранил ли я сам. Может, вот это? Нет? Нет? Секунду. К сожалению, нет. Нет. Тогда, к сожалению, я не знаю, о чем вы говорите, потому что я вроде бы все связанное с горой открыл. Секунду. Буквально, может быть, я так найду. К сожалению, нет, я тоже скриншот не сделал. Ну, в общем, вы не встречали миниатюры, на которых золотой диск позади головы святого был не золотого и не белого цвета, а вот, например, зеленого или пурпурного. То есть, какого-то другого, да? Да, какого-то неканонического. И вообще, был ли какой-то иконографический канон, который обязывал делать нимб именно в таких оттенках? Или это специфика какой-то определенной школы? Или, может быть, сама краска и материалы для изготовления ее были настолько дорогие, что ее приравняли к золотистой? Вы знаете, пытаясь найти хоть какие-то примеры, но вроде бы везде золото. Вроде бы везде золото. И здесь тоже. Вот здесь, может быть, у Моисея не золото, а какой-то пурпурный, но и то, я не уверен, что это пурпурный. Это, к сожалению, не та. Честно говоря, я не уверен, что это золото. Ободок золотой, а вот все остальное непонятно. Нет, к сожалению, еще вам ничего сказать не могу. Сейчас на скидку. Но я могу посмотреть, может быть, что-нибудь я и найду. Спасибо большое. Про ним бы исполненные в других цветах. Благодарю. Не за что. Так. Маринский снова отключился. Дорогие коллеги, на все вопросы я ответил. Есть ли у кого-то еще вопросы? В чате еще есть комментарии небольшие. Ну да, здесь вот гора, которая от Михаила. Видимо, вы имеете в виду та же самая гора. Михаил, пожалуйста, прокомментируйте то, что вы написали в чате? Это я сделал предположение, что вот спрашивали про ту же гуру, о которой я спрашивал. Но я хотел бы спросить про другую картинку. Там уже конкретно сбрасывают сверху людей. Вот. И может быть, не слишком удачная аналогия, но мне вспомнился Иоанн Лесвичник и его Лесвица. Вот. Мне там заметили, что она была переведена, по-моему, гораздо позже, чем времена Карла. Это вы вот эту картинку имеете в виду? Или нет? Да, наверное, она. Вот связь. Не могло ли во времена Карла возникнуть, благодаря тому, что большая держава, Италия была все-таки взята, а там греческое богословие тоже, наверное, влияние было, то какая-то все-таки связь культур и, может быть, связь какая-то есть с греческим богословием? Я подумал. Ну, смотрите, связь культур, конечно, была, и то, что, так сказать, масса художников, которые явно воспитывались на греческих художных традициях, на греческой школе, технические, я не говорю, про техники, про технику исполнения, они, конечно, так сказать, явно работали к северу от Альп в некоторых крупных центрах. Судя по всему, их было немного, и, судя по всему, они были довольно дорогие, поэтому позволить их мог себе далеко не каждый, но вот, например, Драгон, архиепископ Меца, мог себе позволить таких художников, это явно совершенно делали люди, прошедшие выучку не просто в северо-итальянских школах, а, видимо, в бывших азотических анклавах, которые очень хорошо знали вот эту греческую технику христианскую. Вот. Что касается богословия, то с этим сложно, потому что это упиралось в язык. Тут все, на самом деле, гораздо бананнее, чем кажется. Они, вообще-то говоря, довольно плохо, я имею в виду, каролинбия и каролинбия и каролинбия, они довольно плохо себе представили геологическое богословие. Вот плохо. Путано, где-то там через третьи руки информация до них доходила. Даже какие-то официальные тексты, там, не знаю, постановление какого-нибудь там Никийского собора, значит, символа и так далее. Все это, ну, читалось через пень колодий. Вот. С богословием, я думаю, что еще сложнее было, да и особых задач, я так понимаю, что не было. Как-то тесно контактировать с греческими значит, теологами, греческими философами, богословами и обсуждать какие-то какие-то принципиальные вопросы. Вот, пожалуй, так. То есть, художественные отношения да, контакты были, безусловно, и вот эта рукопись, например, которую я сейчас открыл страницу, она совершенно точно, она совершенно точно про это. Ну, это один из примеров, только их, в общем, довольно много можно принести. Это совершенно, так сказать, не характерно для, для приличной так сказать, жилькости к Североаталье. Она другая. вот. Да, удивительная конечность. Как и вот это, как и вот это, Утроцкая Псалтырь, понятно, создавала среди явно совершенно прошедшую школу североатальянских мастерских с сильным азиантийским влиянием, да, где хорошо знали поэзиантичные искусства, поэзиантичные живописи. не нужны. Но это не означает, что это копия. Да, еще раз говорю. Это означает, что они так рисовали. А вот что они рисовали конкретно, это, я в этом уверен, это был не их выбор. Ну, то есть, художники не определяли изображение? это все-таки... Нет, нет, Только в деталях, только, допустим, там, не знаю, формула. Но концептуально, концептуально, конечно, я уверен, это проговаривает задача. Что должно быть выбором? Идеологию? Конечно, конечно, конечно. А технику, так сказать, на технику он влиять не мог. Да и, видимо, такой задачей не было. Спасибо большое, Александр Иванович. Если ты можешь, у меня прям, может быть, микровопрос последний. Да, пожалуйста. Не возвращался. Вы в лекции упомянули малую и большую скатологию и сказали там богатство Евангелия от Иоанна, по-моему, связано с малой скатологией. Евангелие от Матфея утверждает идею всеобщей скатологии, которая наступает, которая связана с вторым пришедшим на конце мастерства. А Евангелие от Луки формулирует идею личной скатологии, которая наступает сразу после смерти. И это связано с известными словами Христа, обращенными к одному из преступников, что меньше же ты будешь со мной с Архиевым Игорьским. Обычно с этим вот эту личную скатологию, которая наступает сразу после смерти. Вот. И у меня вопрос. Я просто Аарона Гуревича читал. У него просто говорит, что малая скатология связана с с обмерщением, личностью, ну, то есть после тысячного года. Вот по этим картинкам вообще можно ли сказать, что малая скатология уже волновала людей до классической эпохи? Да, вы знаете, я не вижу, я не вижу в королевских миниатюрах, я не вижу ничего, что явно отсылало бы к личной скатологии. Они все-таки мыслят обществом, понимаете, они мыслят совершенно другими категориями. Для них вот эта имперская идея, идея единства, идея собрания, идея единой церкви, идея единого христианского народа, который весь спасется, понимаете, не отдельные люди, а весь, чтобы он весь спасся, у него должны быть определенные совершенно руководители, определенные короли, которые совершенно определенным образом должны себя вести, и совершенно определенные пастыри, которые должны себя совершенно определенным образом вести. Вот. И поэтому такой акцент сильно сделан на этом. Идея всеобщей скатологии, идея вот этой конечной скатологии, она, видимо, доминирована. Хотя это не означало, что они не знали про другое. Ну, вот, например, видение, еще раз повторю, в видениях, так сказать, ну, вполне себе наказание наступает сразу после князии, да, это известно. И люди мучаются там, правда, непонятно где. Это каждый раз какие-то разные пространства, новые, странные. Ну, они спрадают, мучаются, то ли честилище, то ли не честилище, то ли это вечное наказание, то ли это временное наказание в ожидании страшного суда, и потом они избавятся, очистившиеся от своих малых грехов, и так далее. Это непонятно. Но они знали, конечно, они знали про то, что есть другое, но в живописи этого нет. Ну, то есть, вот эта картинка, где сбрасывают людей, это большая шахтология. Вот это вы имеете в виду? Ну, конечно, да, это же все грешники, так сказать, ципаться. Все грешники, ципаться ват, понятное дело. Понял. Спасибо большое за ответ и за доклад. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Все, что ли, да? Бориса Неславовна? Вам, прежде всего, ориентировать тот материал, который вы сегодня нам преподали. Вообще, честно говоря, сколько вот раз вы обращались к миниатюрам, к визуальным источникам, вынося разные темы, во главу этих тем, вопросы, касающиеся, конечно же, и для чего писали, кто заказывал, для какой аудитории, к деталям изображения. Это, наверное, ну, это неизбежно. Это неизбежно, потому что каждый раз даже одно и то же изображение, да, может изменяться восприятие человека. И вот этот комплекс вопросов, которые вы сегодня, на которые вы сегодня отвечали, касался самых разных сторон в плоти. Вот ведь уже даже доходило до взаимодействия культур. Ну, наверное, мы можем как-то это оценить, можем как-то это анализировать, хотя абсолютно право никто об этом не думал. И все-таки тема была пространство и время, да. Большая часть вопросов, конечно, касалась именно этой темы. Александр Иванович, значит, получается, что в миниатюрах, вот миниатюры и тексты, да, то есть я еще хочу понять, когда мы говорим о вечности, это статичность, да, то есть это статика. Когда вы говорите о времени, это динамика и какая это динамика? Или еще, я даже понимаю сейчас, что вы мне захотите ответить, приблизительно понимаю. меня вот, что волнует, здесь в данном конкретном случае в тексте тоже существует только сакральное время или существует, меня интересует летсчисление, да, то есть уже говорили чуть-чуть об этом, об креационной, об инкарнационной, от сотворения, от воплощения. Вот здесь у нас появились новые в самих миниатюрах какие-то сюжеты, вы предполагаете, что отсюда нужно вот именно вести отсчет времени, да, вот от этой точки. А скажите, пожалуйста, а вот профанное летсчисление, то есть вот наследие, которое, безусловно, существовало в сознании ранее свинникового человека, античной, я имею в виду, системы, ну, например, в более ранние периоды, скажем, в церковных историях, в всемирных историях, в историях народов, вот на каждом шагу встречается вот это очень комбинированное, что ли, с тем летсчислений. Тут есть и священная история, здесь есть и поправлением варварских королей, есть какие-то летсчисления от каких-то событий, они все время переплетаются. Вот можно ли присутствовать ли это в тех текстах, о которых вы сегодня говорили, возможно ли отражение вот этого комплексного восприятия времени очень непростого вот в изображениях, о которых вы говорите, можно ли это найти? Да, Марина Славовна, спасибо большое за ваш вопрос. Дело в том, в чем, конечно, в королевскую эпоху не было никакого одного лета ищи свинья. понятно, что существовали совершенно разные, так сказать, модели, схемы, причем и рациональные, и, так сказать, бытовые. Да, ну, бытовые – это, собственно, граждане циклы, это первое, что приходит на ум. Да, или там, не знаю, литургические циклы, или, так сказать, всякие церковные праздники. Да, это совершенно обычная нормальная вещь. Если мы посмотрим королевские дипломы, то там совершенно нормальная и главная дозировка – это по годам правления. Иногда там какие-то еще вещи упоминаются, типа, не знаю, там, какой-нибудь индикционный, но это все равно, тут нет ничего глобального. Может быть, там правление епископа какого-нибудь там палка таких системных чувствений, которые не привязаны к епископам. Да, да, тут важный момент вот в чем. В королевскую эпоху, в королевскую эпоху примерно с конца восьмого века медленно, но верно начинает утверждаться … Алло, меня слышно? Да, хорошо слышно. Да, да, медленно, но верно начинает утверждаться представление о линейном конечном времени. Это сложная штука, она возникает медленно, она возникает трудно, но она возникает в разных текстах совершенно. Одно из проявлений это появление аналог, о чем я говорю много раз. Понимаете, это совершенно эта штука не характерная для более раннего времени, когда вдруг они в какой-то момент начинают выпрямлять время, понимаете, отсчитывая его даже не от начала, а отсчитывая его в сущности до конца, пытаясь понять, где они на этой шкале находятся, в какой точке временной они располагаются, сколько им осталось еще впереди. Интерес к этому времени, времени вытянутому, времени конечного, времени эсхатологического, потому что конечное время оно всегда эсхатологическое, никакое другое. Он проявляется в самых разных вещах, в самых разных абсолютно от общего интереса к компьютеристике, потому что такое ощущение, что они просто помешались на подсчете времени, на датах, на том, как это считать, от чего исходить, от чего отталкиваться и так далее, и так далее. Огромное количество текстов просто такое большое, что это явно указывает на интерес к совершенно конкретной теме. До, например, всяких кодексов, где есть случайности, которые сохранились, но которые нам много говорят. Например, Сангаринский кодекс один, о котором я тоже как-то рассказывал, где есть пасхальная таблица, пасхальная таблица, кодекс с начала IX века, где есть пасхальная таблица, которая доведена к 999 году, хотя там остается свободное место. Понимаете, от начала IX века. И это тоже ведь знак. О чем это говорит? Они не были уверены в том, что ее стоит продолжать дальше. Вот. То есть это линейное время медленно, но верно входит, медленно, но верно входит, так сказать, к тему становится трендом. Причем оно становится трендом, конечно, верхушки образованной. Трежде всего, Клира, но также и мирян, знати королевских, которые, так сказать, тесно контактировали с Клиром, которые они вместе провели миром. Вот. К концу IX века в королевских дипломах королевских утверждается тема от воплощения Господа. Она вытесняет все остальное. Это же тоже результат процесса. Что-то меняется в течение IX века важными сущностями. И то, что они все время размышляют о том, как танцы довести, каким должен быть правитель, кого он должен подражать, на что он должен ориентироваться и так далее, и так далее. Это связано ровно с этим. Ровно с тем, что они стали ощущать время по-другому. линейное время. Потому что оно конечное и потому что за ним страшный суд. И к нему нужно быть готовым. Искусство, о котором мы говорили сегодня, отражает те же самые идеи, те же самые тренды и те же самые подходы, но по-своему. Но, несомненно, да. И то, что оно укладывается целиком только в рамке человеческой истории, это тоже один из ответов. Да. И то, что оно начинается где-то с грехопадения, там сначала непонятно, но еще раз говорю, акцент все равно в итоге делается на грехопадении. Точка бифуркации, с которой все началось, да. И все доводится до сцены апокалипсиса, это тоже об этом, это тоже про это. А между этими двумя изображениями может быть серия совершенно других историй. Но эти истории невозможно понять и прочитать вне вот этого контекста. Если мы будем вырывать отдельные миниатюры и пытаться их интерпретировать, мы про них многое чего не поймем. Вот в чем дело. Мы поймем, только если мы будем смотреть иконографию рукописи в целом, концепцию в целом, в том числе концепцию темпоральность, а она в ведущих королевских кодексах, по крайней мере в больших королевских библиях, элиминированных, адресованных королю прежде всего, но и некоторым пасторам, она эсхатологическая эта темпоральность, это несомненно. Но все-таки вы же не будете, вы уже согласились со мной, что эта темпоральность, она была много сложнее той модели, которую вы сегодня представили. Да, конечно, конечно. и что? Ну, конечно, она была. Понимаете, делайте то, да, да, Маня. И когда мы говорим о том, ну, это же связано с тем, что христианство, оно еще было для Европы вновь, да, то есть, и поэтому вот линеарная схема, она очень непросто прокладывает себе дорогу, и поэтому существуют другие системы летсчисления, такие, каким люди привыкли, то есть, какие-то традиционные, которые были всем понятны, в конце концов, не все, я думаю, люди, которым адресовались хронисты, уж так хорошо себе представляли священную историю, но в силу того, что это было ранее средневековую. Поэтому и возникают вот эти самые привычные системы летсчисления, которые с вами называли уже, они привычные, они узнаваемые, они понятные. Безусловно, но они где возникают в искусстве? Просто мне кажется, что здесь, ну да, простите, да, да, все. Ну, собственно, речь-то об этом, речь об этом. Дело в том, что, понимаете, ну, при желании можно кое-где найти, например, представление о времени, как об огранном цикле. Ну, правда. Ну, есть какая-нибудь рукопись, где есть, так сказать, есть изображение сезона сельскохозяйственных, да, я могу такие поискать и найти. Ну, есть. Ну, во-первых, их мало, и, во-вторых, это точно не, так сказать, не тренд, а тренд другой. А тренд заключается в том, что это время они выпрямляют. Вот это главное для них. Понимаете? так сказать, если мы посмотрим шире, Каролинги себя позиционируют как правители конца времен. Давид для них, так сказать, Альфа и Омега, и они потомки Давида, но они-то знают, что именно потомки Давида будут править до конца времена. Я могу вам назвать много разных текстов, от очень больших до очень маленьких, где эта идея так иначе формулируется. Вот. Еще раз повторю, это тренд, это главное, а не вот эти всякие, так сказать, годы правления, сельскохозяйственные циклы, либо что-то еще. И то, что появляется пасхальный аналог в какой-то момент, то есть записи на полях пасхальных таблиц, которые, вообще-то говоря, ориентированы на циклическое время, как мы знаем, на вычисление одного и того же события, а там появляются пометки, которые это время распроявляют. это тоже ответ, и это тоже, так сказать, серьезный аргумент в пользу того, о чем я говорю. Ну да, мы как-то, наверное, я не очень это все могу объяснить, у меня почему-то поднята рука, я не знаю. Здесь у нас еще что-то есть в чате, давайте посмотрим, сообщение. Александр Иванович, а мы все, да, спрашивают, а что, тут горская псалтырь, вы сегодня показывали ее? Да, 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 довольно много, да, это она, она, это вот она как раз. Вот, и вопрос по поводу дисков с другим цветом у меня был по поводу ее. Вот здесь с зеленым цветом и еще, так, например, вот здесь. Это просто такая местная сен-джерменская специфика. Я подозреваю, что здесь вот он пурпурный на самом деле. Он никакой не фиолетовый, а он пурпурный. В предыдущем образце он явно зеленый, но я пока вам ничего сказать точно не могу на этот счет. Надо посмотреть, в том числе перечитать пустуру и посмотреть, в каких контекстах там иногда фигурирует зеленый цвет, какие значения и смыслы он имеет. Спасибо. Спасибо большое, Александр Иванович. Ну, я думаю, что уже и наш замечательный докладчик выбивается из сил, но вопрос уже иссякли. Комментариев тоже нет, они были сделаны по ходу обсуждения. Да, вас благодарят все участники семинара за блестящий, превосходный доклад и замечательный, интересный очень материал. Я хочу сказать, что следующий год мы начинаем 26 января, у нас начинается новый год работы с семинаром, уже страшно сказать, 17-й год работы с семинаром, и программа его практически завернена. Несколько наших коллег, к сожалению, пока что не прислали аннотации, но после зимних каникул я вам клятвенно обещаю, что план семинара на весь 2022 год будет готов, и мы будем очень рады вас видеть на наших заседаниях, с удовольствием дискутировать с вами, отвечать на ваши вопросы, радоваться вашим комментариям. 26 января у нас будет тема переводов в раннее новое время, переводов с французским на немецкий язык политического трактата, трактат, в котором вложена политическая теория, шесть книг о государстве, выступать докладом будет Гульнара Аликизовна-Боязитова, наша коллега, кандидат статических наук, доцент Тюменского государственного университета. Ссылка на семинар будет точно такой же, она, я надеюсь, продлится до конца июня месяца, мы будем работать по ней, дальше посмотрим. Приходите, мы будем вам очень рады. Олег Иванович, вам еще огромное спасибо. Спасибо, на семинар, наступайте новым годом, наступайте в праздники, пусть у вас будет все хорошо, пусть исполняется ваша жизнь, пусть праздник вас радует, жизнь не огорчает, будьте благополучны. Спасибо вам всем. Спасибо большое, дорогие коллеги, спасибо за терпение и за то, что остались до конца и преодолели вместе со мной все эти странности, которые сегодня происходили. Я уверяю, что мы больше такого не допустим. Придумаем ходы, чтобы этого притесбегать. Спасибо большое всех наступающим праздником, всем здоровьем. Увидимся в следующем году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.